Настоящий материал — информация. Произведён, распространён иностранным агентом Дудём Юрием Александровичем. Либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича. Что случилось? Юр! Ты хочешь что-нибудь о жизни понять? Эта практика сохранилась до сих пор. Оставить заложников... Свобода вообще требует большую плату. — Потому что то, что я видел... — Неспокойно в Европе. — Без этой книжки человек из России жить не может. Пообещай, что ты её прочтёшь. — Уже не зря приехали. — Это конец. — Рома. — Да, Юра. Значительная часть твоей карьеры — это исследование литературы, особенно тех её авторов, которые подвергались репрессиям. Как ты сам как-то говорил, что основная моя тема — это жизнь свободного человека в несвободной стране. Поэтому мы хотели с тобой немного попутешествовать и поговорить про это. Как быть свободным, если живёшь в несвободном государстве? — Ну, удачи тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юр, мы приехали в город Гейдельберг или Хайдельберг. Университетский город немецкий, старейший университет Германии, как принято говорить, в современных границах Германии. Здесь учились многие выдающиеся, в том числе представители русской культуры. Но нас с тобой сегодня интересует, насколько я понимаю, Осип Мандельштам, который здесь учился чуть меньше одного семестра, кстати. Несколько лет своей жизни ты посвятил Осипу Мандельштаму. У тебя есть фильм «Сохрани мою речь навсегда», и у тебя есть альбом «Трибьют», который ты продюсировал с ведущими русскоязычными артистами, которые исполняли на его стихи музыку. Почему для тебя важен Осип Мандельштам? Задача любого сочинителя – научить тебя заново видеть. Ну, или в случае языка говорить. Научить тебя говорить. Это требует некоторый труд, и эта встреча не всегда происходит. Она произошла не с первого раза и так далее. Но если ты однажды научаешься говорить или видеть, что со мной, например, сделал Мандельштам, настолько, что я иногда думаю, может быть, я родился только для того, чтобы прочесть эти стихи, в частности, и донести их каким-то образом до других. В сущности, задача любого художника, в широком смысле слова, сказать «я тебя люблю» так, как до него это никто никогда не говорил. Потому что если ты говоришь «я тебя люблю», вроде это ничего не означает. Что ты имеешь в виду, говоря это? И вот появляется такой поэт, как Мандельштам, и Ахматова о нем гораздо позднее пишет. Мы можем проследить поэтический источник Пушкина, но мы не можем понять, кто предшественник Мандельштама. Откуда возникли эти ни на кого и ни на что не похожие стихи. У девятнадцатилетнего человека более-менее здесь, в Гейдельберге, или, может быть, чуть раньше, в Париже. Давай расскажем, что он был за человек. Я правильно понимаю, что Мандельштам был очень довольно эксцентричным, очень себя-любивым. Когда его спрашивали, по-моему, даже Надежда Яковлевна при знакомстве, «А что вы делаете? Где служите? Охраняя культурные ценности во мне самом заключающиеся?» Ну да, да, это тоже же анекдот, в хорошем смысле слова. Анекдот, то, что можно рассказать. Но если серьезно попробовать об этом подумать, то у меня нет никаких сомнений в том, что он прекрасно понимал, что он делает с русским языком, как через него этот русский язык зазвучал. И я думаю, что он не сомневался. Есть письмо, по-моему, 37-го года к Тынянову, когда он говорит, что он наплывает на русскую поэзию, и скоро мои стихи растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе. То есть он понимал, что это не высокомерие, а правда? Я думаю, что он понимал, да, да, ценность своего содержания. В этом выпуске очень много про культуру и искусство. И эта рекламная интеграция — абсолютно продолжение выпуска. Потому что если вы хотите постоянно расширять свой кругозор и узнавать что-то новое, у нас есть давние друзья из синхронизации, которые для этого построили целый онлайн-лекторий. По единой годовой подписке на синхронизацию можно получить доступ к более чем 100 курсам по 20 темам. Кино, музыка, литература, дизайн, психология и еще много-много других направлений. Одно из моих последних открытий — курс «Литература. Полное погружение». Там препарируются главные книги в истории мировой литературы. Например, вы подбираетесь к долгу юности и хотите прочитать «Войну и мир». Для вас есть курс, посвященный этой книге со всем контекстом. Как Толстой относился к Наполеону, что случилось с Пьером Безуховым и Наташей Ростовой после романа и много-много другого, что будет важно для понимания этой книги. А если вы захотите подробно погрузиться в живопись, то напомню о курсе, который мы уже подсвечивали в одной из наших интеграций «О чем молчат картины». Все курсы в синхронизации разрабатывает специальная команда методистов вместе с лекторами, отбирая только самую интересную информацию. Подача материала очень живая и яркая, а для еще лучшего усваивания информации тут есть тесты на закрепление материала, памятки и гайды. Плюс в синхронизации активно используют игровые механики, чтобы погружение в тему было максимально увлекательным и незанудным. Тут же можно обсуждать кино, картины и книги с другими слушателями и напрямую общаться с лекторами. В общем, все сделано так, чтобы отдыхать и расширять свой кругозор одновременно, чтобы интересно, используя, проводить свободное время, причем в разных форматах. Есть эффектные видеокурсы, например, «Кино глазами режиссера», где каждая лекция снята в стилистике конкретного режиссера. А есть аудиокурсы, которые удобно слушать в машине или совмещать с другими делами. А теперь чуть подробнее про годовую подписку, которая дает безлимитный доступ ко всем этим знаниям. Стандартная цена подписки — 36 тысяч рублей, но по промокоду «Вдуть» можно получить скидку 65% и купить подписку за 12 600. Причем можно заплатить и сразу, и разбить на 4 платежа, обеспечив себя интересным и развивающим контентом на год вперед. Важно! К оплате принимаются и российские, и заграничные карты. Ну а если вы хотите начать с какого-то одного курса, то с тем же промокодом будет скидка 15% на любой курс синхронизации. Переходим по ссылке в описании, оформляем подписку на синхронизацию и продолжаем смотреть наш выпуск. Кстати, все это мы записали в Жироне, на родине Сальвадора Дали. Видишь, фуникулер, видишь, ползет вагончик. Так вот этот фуникулер был протянут здесь еще при Мандельштаме. Как раз где-то в сезоне 9-10 года его закончили тянуть вот туда наверх. Мандельштам, который в последние годы жизни мечтал вырваться из Советского Союза, он же говорил, что если бы мне Сталин одобрил командировку, я бы выезд за границу, я бы любой голод пережил, лишь бы там остаться. Ему приписываются эти слова. Для меня было новостью, что он вообще когда-то жил за границей. Но это короткий период. Это обучение в Сарбоне и обучение в Гейдельберге. Помимо того, путешествие в Италию, в Швейцарию, где они всей семьей жили в гостинице в Монтрео, это была обеспеченная семья. Его папа купил право проживания, будучи купцом второй гильдии, в Петербурге. Право проживания евреям нельзя было там. Евреи могли жить только за чертой оседлости. Почему? Собственно, Мандельштам учился в Сарбоне. Там несколько причин. И в Гейдельберге это одна причина. Он не мог учиться в Петербурге. Была квота для евреев, то есть для людей иудейского исповедания, израэлитов так называемых. Три процента. Но она сохранялась очень долго. «Мой папа, еврей, не мог поступить, будучи золотым медалистом, в МГУ». Потом у его семьи закончились деньги для того, чтобы оплачивать обучение за границей, и поэтому он продолжил обучение в Питере. И в Питере ему пришлось креститься, для того, чтобы попасть под квоту. Да, пройти эту квоту. В Петербурге все-таки, а не в Питере. Действительно, он крестился самым простым из способов, когда не нужно было ничего дополнительно подтверждать и всё такое. Такое протестантское или лютеранское крещение у пастора Розена в Выборге. И это дало ему возможность не писать иудейского вероисповедания и поступить в институт. Он никогда не получил образование, не получил диплом. А вот эти люди, которые… Типа Никита Михалков и все остальные, которые так ностальгируют по Российской империи, они какие-то дикие вещи из той жизни, например, официальный антисемитизм, они просто как-то упускают? Или это незначительная часть истории? Ну я тебе не могу говорить за других людей. Я могу говорить только о себе. Понимаешь, если ты говоришь о том, что происходило с еврейством, была такая беда. А как жили рабочие Путиловского завода? 150 тысяч рабочих в Петербурге как жило? Ты приблизительно можешь себе представить эти условия? Желание идеализировать прошлое, оно для человека естественно. Обрати внимание, как сегодня идеализируют Советскую империю. Вполне себе молодые люди, даже младше нас с тобой. Сейчас даже есть какая-то у совсем юных людей такая мода на Советскую империю, если ты обращал внимание. Да, я вчера ехал в такси. Молодой парень из Болгарии рассказывал мне на основе собственного опыта, пересказанного ему родителями, какое прелестное было советское время в Болгарии, как все были равны, как все были обеспечены, как все отдыхали летом у моря. И я все время борюсь с этим сопротивлением, когда думаешь, ну зачем кому-то что-то объяснять. Потом заставляешь себя, нет, нет, конечно, конечно нужно объяснять. И на мои попытки сказать, какой кровью это давалось, каким ущемлением личности, свободы и все такое. И это была стена, на это нужно было потратить больше времени, чем поездка на такси. Но ты потратил все время, которое было в поездке? Все время, да. Зачем ты это делаешь? Надеюсь, это не прозвучит снопски каким-то образом? Нет, это не звучит снопски, потому что ответа, собственно, нет. Человек, почти любой, всегда руководствуется ленью. Это основной движитель человеческого организма. Но это просто заложено в природе. Проще лечь, чем стоять или сесть. Проще выбросить бычок не в урну, а просто себе под ноги. Ты все время должен эту лень преодолевать. Есть такое явление, душевная лень. Это очень опасное вещество, которое захватывает тебя целиком. Всегда же очень просто махнуть рукой, не разговаривать, никому ничего не объяснять, закрыться в собственной правоте. А это глубочайшее заблуждение. У меня в жизни есть вот такое правило, прости, это звучит очень патетично. Мне нужно как минимум одно новое знакомство в день, как минимум одно новое препятствие в день и как минимум один стресс в день, чтобы не стеклянить. Поэтому я хотел махнуть рукой, когда увидел, что стена непробиваема, но решил, раз нам ехать в аэропорт… И галочки над препятствием не было еще в тот день, да? Новым? Тогда еще, да, это было утро. Ну, это такое препятствие пустяковое, но разговор был важный, потому что он коснулся коррупции и всего. Сожаление о прошлом – это очень опасная вещь. И рассмотреть в прошлом красоту, вообще фокусное расстояние всегда дает возможность исказить. Для чего нужна память, изучение? История – такая робкая наука, ее всегда переписывают в угоду тем, кто в этот момент победитель, кто в этот момент решает, какой она должна быть написана, особенно в условиях вертикали. Про новое знакомство могу подтвердить. Мы выходили из отеля сегодня в 11.30, и Рома до этого момента успел прогуляться по городу и написать, что я только что познакомился с фантастическими обжарщиками кофе. Которых здесь встретил. То есть это реально выглядело, как будто ты с утра должен был поставить галочку напротив нового знакомства. У меня были проблемы с социальным поведением и социальными навыками, потому что организм все время был склонен к тому, чтобы закрыться. Ты же работаешь, вот тебе книга, вот тебе сочинение сценария. Работаешь и работаешь. И в целом многие сочинители замыкаются на себе. Я понял, что эта дорога никуда не ведет. Что твоя позиция становится единственно правильной, и ты склонен к дидактизму. Вот почему я отстранился, скажем, от Бродского. От такой сверхдидактичной позиции, которая не терпит возражений. Да, дидактичность – это утверждение, не требующее противодействия никакого. Как бы правда в себе. И человек склонен закрываться в этой правде. И всем, представляешь, как соблазнительно жить и думать, что я думаю так-то, и это так и есть. И когда я это понял, какая опасность мне грозит, моя близкая подруга называла меня дедушкой, например, дедуля. Вот, я понял, что в этом есть некоторое замораживание. И стал пробивать в самом себе вот эти социальные брони. И теперь я обожаю знакомиться с людьми, все узнавать, проверять какие-то свои утверждения на других, их корректировать. Потому что пока эта твоя мысль, невысказанная, она тебе кажется очень убедительной. А ты попробуй этой мыслью поделиться с кем-то и послушай, что он скажет в ответ. Правильно ли я понимаю, что Мандельштам на Бродского, другую суперзвезду поэзии 20 века, повлиял? Я предполагаю, что колоссально. Филологи приведут примеры интертекстуальности, то есть тех или других связей. Но я понимаю, что и психологически, и национально, и наднационально, и если учесть, насколько важна Бродскому, скажем, была Ахматова, а через нее Надежда Яковлевна, и мы знаем свидетельство того, что это было очень искреннее взаимное влечение, Бродского называли младшим Осей, а младшим, поскольку старший Ося с 1938 года где-то лежал, я думаю, что на него это крепко влияло. Это можно проследить. Ну вот какая-нибудь такая строка «Язык пространства, сжатого до точки». Это Мандельштам написал в каком-нибудь 1934-1935 году. Или «Где вывеска, обозначая брюки, дает понятие нам о человеке». Это тоже Мандельштам написал. То есть просто-напросто, если ты читаешь внимательно, и прозу Бродского в том числе, ты понимаешь, у кого он это взял. Ну а затем есть некоторый апофеоз, Нобелевская лекция, которая, как ты понимаешь, пишется с большой долей ответственности, поскольку она должна быть прочтена и запечатлена быть навсегда. Так вот там Иосиф Александрович благодарит пять конкретных поэтов. И среди них, конечно, Мандельштам. А кого еще? Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Осип Мандельштам и Роберт Фрост. Сейчас я не помню, наверняка у тебя появится сноска, есть ли там Одан. Мандельштам у тебя в фильме говорит, «Я один в России работаю с голоса». Что это значит? Что он сочинял не у стола, а именно наговаривал? Да, именно так, не просто. Она еще не родилась, она и музыка, и слово, и потому всего живого, ненарушаемая связь. Речь поэтическая сама по себе, этого же никогда не было. И вдруг это зазвучало во всем своем ритме, во всей своей музыке. И зазвучало так, если ты большой поэт, каким был Мандельштам, как не звучало никогда раньше. Это звучание нужно проверить, его невозможно записать. У Мандельштама никогда в его короткой жизни не было письменного стола. Он никогда не садился писать стихи. Он мог записывать, записывать то, что отзвучало. «Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить, и печально так, и хороша темная звериная душа». И так дальше. Это же нужно все расслышать. И только потом записать. В фильме «Сохранимая речь навсегда» есть момент, когда Мандельштам присутствует при диалоге, я не знаю, он там в карты играет или что-то еще, когда случилась революция, и кто-то из его собеседников хвастается тем, что, во-первых, он приглашает «Хотите на расстрел посмотреть?» То есть увидеть, как людей убивает. А во-вторых, хвастается тем, что «Да я за два часа могу любого человека сейчас подписать, его не будет». Что это за сцена, что это за люди? Ну, ты знаешь, что многие раннесоветские, да и позднесоветские интеллигенты заигрывали с ЧК. Один из героев этой сцены, кстати, Есенин. Есенин тоже заигрывал с ВЧК, но главный участник этой сцены это совершенно феноменальная личность. Это чекист Яков Блюмкин, биографию которого, посмотри, это просто что-то невероятное. Это настоящий такой авантюрный роман двадцатых годов. И если бы в Советском Союзе посмели какой-то такой авантюрный роман в духе средневековья написать, то его героем стал бы Яков Блюмкин. Это был весьма полномочный чекист, который действительно, по легенде, держал пачку ордеров тех, кого на завтра должны были расстрелять. И якобы Мандельштам, которого считали, в общем, человеком нехрабрым, но отчаянным, в порыве этого отчаяния подскочил, вырвал эти ордера, якобы порвал. И тогда Блюмкин пригрозил, что его убьет. Некоторые Мандельштамоведы думают, что это стало поводом к тому, чтобы Мандельштам покинул Петербург, Москву тогда, и уехал в Киев, опасаясь мести Якова Блюмкина. Потом эти отношения удалось наладить. Естественно, Блюмкина расстреляли самого. Как ты, человек, который исследовал жизнь Осипа Мандельштама, понимаешь стихотворение и причину появления стихотворения про таракана? Для тех, кто, может быть, не в курсе. Мы живем под собою, не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлевского горца и так дальше. Стихотворение на Сталина, которое было рассказано кому? Не рассказано, а прочитано. У нас есть свидетельство, я так полагаю, одиннадцати человек. Он понимал, что... С одной стороны, он понимал, что его нельзя читать вслух. Шел тридцать четвертый год. С другой стороны, он не мог не читать, потому что он понимал, что для него это что-то вроде поступка, что ли. Поэтому, естественно, он собирал и читал как будто бы в тайне, и однажды кто-то нужным людям рассказал, что он это стихотворение прочел. Это если коротко описывать сюжет. Причина возникновения этого стихотворения... Ты упорно обзываешь меня исследователем, я, конечно, никакой не исследователь, но причина возникновения этого стихотворения, они все-таки спрятаны в психике человека, в желании, как у ребенка, до всего дотронуться. Даже если нужно будет оторвать руку, знаешь, вот о чем писать в тридцать третьем году? Не о прекрасных же белых ночах или о розах. О чем писать? Человек, Мандельштам, не может быть вырван из своей эпохи. Я человек эпохи Москва-Швея. Попробуйте меня от века оторвать, вас, уверяю, вы себе свернете шею. Он находился в своем времени. И думаю, что он не хотел бы свое время обменять ни на какое другое время. И в это время, в этот этап времени, когда культ личности выстраивается настолько очевидно, когда устранены все, правый уклон, левый уклон, все политические враги изничтожены. И начинает восходить такое одно-единственное полноправное божество, которое может влиять на жизни других со всей полнотой. О чем писать? А вокруг него сброд тонкашеих вождей. Он играет услугами полулюдей. И словом до этого нужно дотронуться. Словом. Странным словом. Потому что с поэтической точки зрения этот текст, ну, возьму на себя такую отчаянную смелость, которая будет порицаема всеми филологами, возьму на себя смелость сказать, что с поэтической точки зрения это относительно Мандельштама не очень хорошие стихи. Например, Пастернак сказал, что это не литература, это самоубийство. Но он же имел в виду не слог. Он имел в виду сути контекста. Убежден, что он имел в виду помимо грозящих обстоятельств именно литературу. Потому что как стихотворение, если говорить грубо, это не Мандельштамовский уровень. Но бывает так, что какими-то корявыми словами ты хватаешь время за кадык, и оно болтается у тебя на этих словах всегда. Мы с тобой через 90 лет это схваченное за кадык время рассматриваем вот так вот пристально. Что ты, что ты поскушнел? Да, да, да. Я не поскушнел, я наоборот погрустнел из-за того, что оно и другой актуальностью наливается сейчас. Как говорил Жванецкий, либо в нашей стране что-то наладится, либо мои произведения будут вечными. Эпиграмма на Сталина, арест. Что дальше происходит? Вот по пунктам, без деталей. В самом начале мая арест. Некоторое время в тюрьме на Лубянке. Истерика, перерезание вен, то есть попытка окончить жизнь самоубийством. Вдруг неожиданно мягкий приговор. Три года ссылки на Урал в Чердань. Южный Урал. Пермский край. Да, Пермский край. И неожиданное смягчение даже этого мягкого приговора. Возникает город Воронеж. Три года ссылки в Воронеже. Ну а дальше все ухудшалось и ухудшалось. По возвращении из Воронежа выселение из Москвы. Так называемый приговор минус 12. Затем второй арест и гибель в лагере Владивостока. Ему было запрещено работать в 70 городах. Разные были приговоры. Был приговор минус 12, минус 70. Вероятно, разные руки номенклатуры не могли в точности понять, что именно запретить. А минус 12, минус 70 это количество городов, в которых тебе нельзя жить. Да. Количество крупных городов Советского Союза, в которых тебе нельзя жить и работать. Ну 70 это, конечно, уже страна большая. Местоположение могилы Мандельштама неизвестно? Ее не существует. Не просто неизвестно. Давай так. Неизвестно место захоронения. Известно более-менее некоторый диаметр этого захоронения. Или радиус, если хочешь. Могилы Мандельштама не существует. Существует кинотав вместе с Надеждой Яковлевой в Москве, в Кунцево. Что такое кинотав? Кинотав это могила без останков. А как может быть могила, если замерзший труп лежал до весны на дворе, а потом, вероятно, был сброшен с остальными примерзшими к нему? Юра. Пытался ли он загладить вину каким-то образом? Ему не за что было извиняться. Начнем с этого. Но если ты имеешь в виду его словословие Сталину, то он действительно сел его писать. Надо понимать, что людям хочется жить и работать, понимаешь? Особенно, если они еще за кого-то отвечают. Он сел писать оду Сталину, написал, и ни к чему это не привело. Она была опубликована? Нет, она не была. По-моему, она не была опубликована. Ну, как тебе сказать, Бродский считал, что это выдающееся стихотворение. Его там поддерживал, скажем, Томас Венслава или Лев Лосев и так дальше. Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях пыталась всячески сформулировать у читателя картину того, что это было настолько вынужденное предприятие, что оно было вроде как обречено. Но стихотворение правда хорошее? Он делал это, чтобы снова получить возможность работать и нормально жить. Ну, я не знаю насчет нормально. Я думаю, что для того, чтобы выжить, он хотел это сделать. Он должен был это сделать. Вопрос не так стоял нормально жить, Юра. Это был вопрос все-таки выживания, ненормально жить. Он писал и в Воронеже. Да. В самом конце Воронежа. Надо понимать, что он был доведен не просто до нервного истощения. Он и прибыл-то в Чердань сначала в таком состоянии, что выходил искать труп Ахматовой или считал, что каждый день в 6 часов к нему придут расстрелять, забрать на расстрел. И один раз вышел в окно со второго этажа. Он сбросился со второго этажа, поломал ключицу, по-моему, всего-навсего. А в Воронеже у него отобрали все работы. Он звонил в НКВД, прося о работе. НКВД говорило, обратитесь в союз писателей. Он обращался в союз писателей. Ну, слушай, мы умеем создавать системы, без конца издевающиеся над человеческим достоинством. Мы, русские люди, в этом преуспели значительно. По части унижения человеческого достоинства делим первые места. На твоё отношение к нему как-то это влияло? То, что он писал о «Оду Сталин»? Нет. Надо понять предлагаемые обстоятельства, то есть условия, в которых находились. Я не знаю ни одного из людей, которых люблю, кто бы не выступил в прессе вот таким образом. Если ты берёшь газеты 30-х годов, особенно газеты 37-го года, но уже с самых первых процессов, с процессов шахтинского дела, с дела промпартии, ты видишь самых удивительных, талантливых, дорогих тебе людей, твоих героев, твоих фарватеров, авторитетов, и ты видишь, что все так или иначе, а от какого-нибудь Бориса Пастернака ещё личная приписка, сожаление лично товарищу Сталину. Я так понимаю, это одна из главных достопримечательностей Гейденберга, это дорога, которая ведёт на философскую тропу. Да, мы поднимаемся к философской тропе, не знаю насчёт достопримечательностей, но каждый студент Гейденберга, если хотел что-то понять о жизни, вот ты хочешь что-нибудь о жизни понять? Я очень много всего хочу понять. Предполагается, что мы должны подняться на эту философскую тропу, где у нас будет достаточно времени, покоя, шума ветра, барашки там ходят, вот, чтобы что-то такое понять о жизни. Попробуем? В эту сторону мы и двинемся. Ты большой поклонник трилогии Иштвана Саба. Ну, ты имеешь в виду трилогию Мефисто, полковника Рёдль и Ханусу. Да. Это условная такая трилогия, которая снималась с Иштваном Саба, наверное, в какой-нибудь 81-82 году он начал, как раз с Мефисто по роману Мефистофель Томасу Мана. Тебе не доводилось видеть этот фильм, да? Речь там идёт о том, что провинциальный артист, романтично настроенный, влюблённый в театр, в искусство и считавший, что оно действительно может поменять жизни, постепенно восходит в официальные актёры Третьего Рейха. Возглавляет театр, играет прославившую его роль Мефистофеля, то есть ещё прямая ассоциация со сделкой с дьяволом происходит, ровно как у Фауста или у предыдущих Гёте-романов. Вот. И затем становится очевидно, что фигура-то, в общем, настолько дутая, что та власть, которая его возвеличила, в любую секунду не то, что его не увидит, не то, что плюнет, не то, что раздавит, он для неё не существует. Это же просто... Он просто не понял, когда он стал механизмом осуществления кровавых вещей, когда он перестал верить в искусство, когда искусство в нём перестало жить, когда он ему изменил, когда он сделал первую сделку, вторую сделку, но там уже обратного пути нет после первой сделки. Он пропустил момент, хотя он понимает, что что-то происходит, но превращается он в того, в кого превращается. Вспоминаешь ли ты об этой истории, когда видишь кадры из Z-концертов в Лужниках? А тут не нужно вспоминать механизм настолько понятный, что да, это же это просто горе. Это похоже на, например, Владимира Машкова? Да. 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 Это ложное чувство собственной значимости. Это ну где-то это расчёт. Наверное, есть люди расчётливые, наверное, есть люди в это верящие, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Артисты, актёры, прости, если я вот так сразу мазком задену всех артистов, но артисты в своём большинстве они сохраняют детскость, это необходимость при их профессии, а детскость это всегда готовность во что-то поверить, в сказку, в легенду, в игру. И вот у артистов есть это в составе их организма. И на этот крючок они все ловятся. С одной стороны колоссальное тщеславие, с другой стороны детскость. А дети это очень злые существа, как правило. Очень злые, они не знают жалости. Они знают в большинстве с вами, прости, что тебя прервал, дети, как правило, думают только о себе. Как ты воспринял, когда некоторые люди, с которыми ты работал, поддержали войну? Работал над своими фильмами? Боюсь, что временно или навсегда, но все-таки временно нет возможности разговаривать. Не понял. С ними? Два конкретных примера. Насколько они тебя удивили, насколько они для тебя болезненные. Виктор Сухоруков? Что случилось? Я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академией людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит в этом возникла кровная жизненная необходимость. Значит это вопрос жизни и смерти. Они, как один мой коллега, заявил амбиции, мол. Ничего себе амбиции. Встать, ощетиниться и пойти. А сколько перед этим мы их и уговаривали, и упрашивали, и даже денег давали. Мы же соседи. Не делайте так. Мы родные люди. А нам в ответ никогда мы не будем братьями. Очень горько слышать об этом. Делаем скидку на то, что это говорит артист, человек увлекающийся, которому однажды предстоит услышать, что это все неправда, что никаких причин у этого не было. Очень горько. я тебе расскажу такую ситуацию для меня куда более задевающую. Сережа Пускепалес, который был моим товарищем, и играл... Он был товарищем, не просто играл. Он был товарищем и играл в фильме, написанном Сергеем Довлатовым, Сергея Довлатова. И с ним это происходило постепенно. И я это наблюдал со стороны. И, конечно, наше общение прекратилось. Хотя и при встрече мы подавали друг другу руку. После 24 февраля мне было тяжело очень об этом думать. И, представляешь, я находился в Иерусалиме в автобусе, когда мне пришло сообщение, что случилось с ним и при каких обстоятельствах. И самое горькое, о чем я подумал, для меня не было сюрпризом его размышления. Его позиция не была для меня сюрпризом. Самое горькое мне показалось, что Сережа никогда не доживет до правды. Он бы смог эту правду расслышать и признать, надеюсь, за собой колоссальную ошибку, но он больше никогда об этом не узнает. За кадром ты рассказывал про последнюю печатную книгу, которую ты успел заказать в Россию. Что это была за книга? Я не помню ее название, я ее даже не видел. Она пришла домой к родителям в запечатанном виде. Она пришла отсюда, из Германии. И я даже не помню, как зовут даму, автора этой книги, которая потратила всю свою жизнь на то, чтобы вывести на чистую воду Лени Рефенштайна. Всю свою жизнь она собирала, она оставила свою карьеру режиссера, она успела выпустить одну картину в 80-е годы. Она всю свою жизнь искала доказательства тому, что Лени Рефеншталь пошла на сделку с режимом и как минимум знала о зверствах этого режима, а как максимум пользовалась благами, возможностями. Там довольно чудовищные вещи. Вроде как даже массовку ей присылали специально. Позволь, я не буду коверкать подробности. И она потратила всю свою жизнь что-нибудь 40 лет на то, чтобы эту книжку написать. И написав и опубликовав ее, она умерла вот совсем недавно. Это последняя книга, которую я заказал в России. А Лени Рефеншталь выигрывала все суды, где обменялась... Не все. Те суды, на которые ее удалось вызвать в начале 80-х годов, ее оправдали. Как ты к ней относишься, зная контекст? Я не знаю контекст. То есть ты допускаешь, что она не знала? Я не знаю контекст. Для меня Лени Рефеншталь не является базовой фигурой. При том, что ее эстетика производит колоссальное впечатление, она на то и назначена. Эта эстетика должна производить колоссальное впечатление. Но она для меня... Я на нее не ориентируюсь, я о ней не думаю. Я думаю о вот этой даме, которая потратила столько лет, чтобы что-то доказать. Ты уехал сильно до войны. Ты сказал, что нашел в себе склонность к отъезду за год даже с небольшим. Я уехал 21 января 21 года. А за год до этого, может быть, за 8 месяцев, я понял, что нужно уезжать. Мне нужно было закончить все, над чем мы работали. Почему ты это понял? Что было моментом утром, днем или вечером? Утром. Это было где-то 9 утра. Был разгар вот этой эпидемии, которую называют пандемией, ковидом и так далее. Это выглядело как ситуация, за которую государство не собирается брать на себя ответственность, и мы все оказались в заложниках у безответственного государства. Каждое утро я шел на работу монтировать фильм сокровенный человек. Каждое утро из-за того, что запретили передвигаться по городу, наши ребята отказались ездить в монтажную. И мне пришлось выучиться монтажу, доучиться и заниматься этим самому. И я видел то, что происходило, как обходились с людьми, как выгоняли бесправных гастарбайтеров, осваивать бюджетные деньги в пустом городе. Я видел, как поступали с людьми, когда, не помню, что точно, стали вводить в метро. Помнишь, когда в первый день в условиях страшной эпидемии там собрались толпы у входа? Я был потрясен, что даже в такой ситуации здесь нет политики, это просто здоровье граждан, что государство отказывается, воруя столько лет отказывается взять на себя ответственность и объявить это чрезвычайной ситуацией, что каждому из нас дает возможность разобраться с договорами аренды, с тем другим, третьим, и дает возможность выплачивать компенсации, как поступили во всем цивилизованном мире. А с нами все время разговаривают, как с детьми. Нам все время рассказывают, как себя вести. Те родители, которые, в отличие от тебя, не могут работать над собой и быть либеральными родителями, а те родители, которые привыкли детьми помыкать и приказывать. Так повело себя государство. И в одно из таких утра я шел на монтаж и просто остановился, и я понял, что если будет война, я в этой войне окажусь вот таким бесправным заложником. И эта война должна случиться, она уже идет, но мы к ней так не относились. я не знаю, как ты, я не относился к этому так, я не мог понять, что это уже, хотя был в Киеве, хотя, что это уже идет туда. Но я понимал, что случится война. Просил отговорить меня разных влиятельных людей от того, что это возможно. И когда я понял, я понял, что я не хочу быть заложником за свою судьбу и жизнь, я хочу ответить сам. И мне не нужно, чтобы государство меня таким образом выставляло. Если вы не берете на себя ответственность, давайте вы мне не будете ничего запрещать, да? Давайте я сам на свой страх и риск буду работать, передвигаться, искать, как мне разрешать все накопившиеся проблемы. Если вы мне что-то запрещаете, возьмите, пожалуйста, на себя ответственность за что-нибудь. И я был настолько потрясен тем, как Российская Федерация работала с пандемией, что точно решил уехать. А что ты между собой безответственным поведением? Здесь также загоняли всех людей по домам, но при этом огромными компенсациями бизнесу и всему остальному. Это называется ответственность. А, ты это имеешь в виду? Конечно. Если ты запрещаешь магазину открываться, и если этот магазин говорит, а как же, вот же бухгалтерская отчетность, вот наш доход, то государство говорит, да, я запрещаю и беру на себя ответственность. А, лезешь в кубышку и отдаешь магазину деньги. Ну, из бюджета. Конечно. И меня потрясло, что столько лет невероятных доходов не дали совершить такую простую вещь, неполитическую. Просто отвечать за людей. Ты же помнишь, что творилось, что творилось в больницах, как не в состоянии были ничего сделать, как оказалась разваленной вся медицина. Что это было? Что надеялись от нас тоже это спрятать? Ну, а сейчас мы увидели, что в армии случилось то же самое, что в медицине. Субтитры сделал DimaTorzok и в течение всего года. Субтитры сделал DimaTorzok и в течение всего года. Юра, видишь, может быть, для тебя это пустой звук, а для меня, видишь, корабль на плакате? Это копия легендарного плаката, рекламного, для трансатлантического лайнера Нормандия. Тот самый лайнер, на котором Ильф и Петров поехали в Соединенные Штаты Америки. Суперкомфортный, самый современный для своего времени трансатлантический лайнер. Гавр, да. Из Гавра в Нью-Йорк. Нет, из Нью-Йорка они возвращались на Маджестике. И я всю жизнь мечтал, ну, представляешь, когда столько знаешь, столько изучаешь, видишь какие-то фотографии, которые там Ильф сделал. Я всю жизнь мечтал увидеть что-нибудь оригинальное с этого лайнера. Что-нибудь. И вдруг в Виктории Арберт музее в Лондоне несколько лет назад выставка трансатлантические лайнеры и почти весь интерьер Нормандии. Ну, представь меня, мамин и папин сын. В интерьерах Нормандии в музее Виктории Альберта. Подожди, то есть они обили так здание, что ты получал, что ты внутри корабля? Нет, они привезли с Нормандии, которая потом, ну, погибла своей смертью, умерла, чеканку, панно, лежаки, там, части интерьера, посуду, столы. И расставили все там. Ага. Представляешь? И я, ну, как будто Ильф и Петров, они ехали в несезон, и поэтому им предоставили вместо туристического класса первый класс. Юр! Не, это очень круто, просто давайте оценим. Мы просто, мы шли к гостинице, где останавливались, Ильф и Петров, которые, оказывается, в Париже тоже потусили какое-то время. Три раза были, как минимум. Мы шли, и вот, смотрите, стекло такое, довольно тоже в расфокусе, держащее то, что находится внутри. Рома как-то это разглядел и просто стал махать руками и показывать. Ну, Нормандии большими буквами написано. Они много шутили про Нормандию, много осталось писем, конечно, но Ильф так скучал по жене, и Петров тоже. Просто от Петрова до нас не все дошло. Ильф так скучал по жене, что отправлял каждый день минимум по одному письму и одной открытке. Но это же был их Телеграм тогдашний, их мессенджер. Ну, согласись, что ценность сообщения в Телеграме тебя радует от жены сообщения, я вижу. Но согласись, что очень, я должен сказать, не просто радует, очень радует. Но согласись, что получить письмо и открытку это чуточку другое. Представь, сколько идет почта. А на сколько они угоняли? То есть их путешествие это что? Почти полгода. А представь, что у Ильфа только что родилась дочь полугодовалая Сашенька, и он вынужден, фактически они остались в заложниках, и он вынужден был на полгода уехать в гигантское путешествие, которое им обоим так обрыдло, что все, что они хотели, они уже не хотели видеть ничего. Их не радовал ни Париж, уже начинавшийся нацизм в то время со свастиками на стенах. Их не радовал ни Париж, ни Америка, которую они все объехали. Плюс у Ильфа открылся туберкулез, что приведет вскоре после возвращения к его смерти. А в заложниках? Потому что, чтобы не вздумали не возвращаться. Они не думали не возвращаться, но в Париже жил брат Ильфа, у него были родственники в Америке в большом количестве. На всякий случай эта практика сохранилась до сих пор. Оставить заложников. Ильф и Петров еще одни персонажи русской литературы, которые очень важны для тебя. Ты делал фильм про Ильфа и Петрова. Почему? Чем они важны для тебя? Все началось с того, что когда мы делали свою самую первую независимую хрупкую картину Юрия Олеша по кличке Писатель, я познакомился с Александрой Ильиничной Ильф, родной дочерью Ильфа. На ее визитке было написано «Дочь Ильфа и Петрова». И родной дочерью Ильфа... Представь, что это для меня маминого и папиного сына? Что это для меня с родной дочерью Ильфа? Которая Юрия Олешу конечно знала с раннего-раннего детства. Потому что Одесса... Потому что Олеша был ближайшим другом Ильфа со времен их 18-летия. С голодной Одессы. И так случилось, что я работал над одной картиной, потом над картиной памяти Бродского, потом над картиной памяти Довлатова. Естественно, Александра Ильинична всегда была рядом. Естественно, я понимал, что рано или поздно наступит момент, когда я должен буду этим заняться. Потому что то, что я видел... Однимем? Ну, мне кажется, надо, да. Тихо, 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 тихо. На исходные? Да. Потому что... Неспокойно в Европе. Я поймал себя на том... Не знаю... Ты от меня как бы через поколение, если считать, что одно поколение это 6-7 лет, то ты через меня от поколения. Поэтому, может быть, для тебя, Ильфа Петров, это не такие значимые писатели, как для меня. В том смысле, что мой папа, например, не просто цитировал «12 стульев» или «Золотого теленка», но если я какую-то цитату, скажем, не мог продолжить, он выводил меня из круга читающих людей. А-а-а. Понимаешь? Подвергал обструкции. Ну, подвергал обструкции. То есть это же была энциклопедия советской жизни. Ты знаешь, что был замечательный профессор Щеглов в Соединенных Штатах, который 25 лет писал комментарии к «12 стульям и золотому теленку». Как когда-то Набоков или Лотман писали вот такие комментарии к Евгению Онегину. Определяя каждое слово, каждое понятие. А что такое писать комментарии в литературе и веческом смысле? Там есть ушел контекст, ушла жизнь. Есть огромное количество тонкостей, о которых ни ты, ни я не имели бы ни малейшего понятия. Сносочки, да? Обо всем. Комментарии на все. Так вот, и я поймал себя на том, что я понятия не имею, как выглядели эти люди. Это Ильф и Петров. Кто это такие? Вот вся жизнь моя проходит в окружении Ильфа и Петрова. Каждый знает, кто такой Остап Бендер, а кто такие Ильф и Петров. И я знакомлюсь с Александром Ильиничной Ильф, окруженный семейными фотографиями, письмами. Ну, представляешь, столетней давности на меня все это опрокинулось. И оказывается, за всеми этими произведениями, как за каждыми произведениями, стояла жизнь. Ты представь, с моей страстью к чтению и к другим временам, представь, с чем я столкнулся. Конечно, я стал работать над фильмом памяти Ильфа и Петрова. Ильф и Петров, когда были в Париже, писали какой-то сценарий. Что за сценарий? Произведение «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» были переведены на многие языки мира. Это был настоящий хитовый советский экспорт. Отчасти этим объясняется кажущаяся вседозволенность Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Поэтому, когда они приезжали не только во Францию, в Америку в том числе, им предлагали на основе «Двенадцати стульев» или «Золотого теленка», поскольку они правообладатели, если говорить, прикладно, переработать эти произведения в сценарии. Что они и делали, и поэтому задержались в Голливуде, перерабатывая ту или другую попутно придуманную историю, они фонтанировали идеями. Фонтанировали. Вдвоем. Можно назвать это словом «соответствие», «химия», что угодно. Есть многие свидетельства того, как некоторые мучились, пытая выдавить из себя какой-нибудь фильетон, а получив задание от редактора, Ильф с Петровым садились в углу и через час приносили готовый чистовой фильетон. Настолько они друг с другом резонировали. И это, обрати внимание, что бы ты ни прочел, это все очень талантливо. Давай для тех, кто либо не знал, либо все время путается, зафиксируем. Как они писали? Они писали не по главам, а они писали натурально в четыре руки. Это очень интересно. Ты знаешь, это совершенно замечательный вопрос. Наверное, существует исследование именно на этот счет, но поскольку это не область филологии, может быть, такого исследования и нет. Значит, я представляю себе этот процесс следующим образом. Один пишет физически, другой ходит по комнате. У нас есть некоторые свидетельства в пересказе Петрова о том, что Ильф сказал писать Петрову, потому что у того, мол, разборчивее и красивее почерк. Ты не поверишь, но сохранилось несколько фотографий реального рабочего процесса, когда Ильф и Петров пишут «Золотого теленка». Поскольку фотоаппарат оказался в руках любимой жены Ильфа, Маруси Тарасенко, Марии Ильф, то и Ильф, и Петров в расфокусе. Но несколько кадров этого процесса, реального, существуют. Есть и постановочные кадры для прессы, но они нереальные. Но это идет несколько дальше. То есть одно дело, придумываем вместе, кто-то записывает, вместе правим, редактируем. Но «Одноэтажная Америка» пример произведения, который, судя по всему, был написан по отдельности, мы знаем это почти наверняка, и по главам. Если ты возьмешь до сих пор неопубликованный корпус американских писем, ты с большой долей вероятности сможешь сказать, какая глава кем написана. Но так как эти письма не опубликованы некоторым исследователям, и мне в том числе, они доступны, то такого материала пока не появилось. Ну а «12 стульев» и «Золотой теленок»? «12 стульев» и «Золотой теленок», и «Светлая личность», и «1001 день из жизни Шехерезада», господи, «Новая Шехерезада», и «Невероятные истории из жизни Колоколамска», и все другое написано буквально вместе. Ильф и Петров, как они с вот этим живым языком, обалденным чувством юмора жили в Советском Союзе с самых лютых его времен? И как они могли вообще работать и все это делать? Не существует очевидного ответа, я думаю, на этот вопрос. Ну, во-первых, можно себе представить, что есть метод или закон больших чисел. То есть нельзя уничтожить всех, на что ты мне можешь сказать, что в целом можно. По какой-то причине... Ну... Скорее нельзя все-таки. Будем надеяться, что нельзя. Нельзя хотя бы потому, что любой диктатор конечен. Хотя бы поэтому. И любая система конечна. Мне хочется верить, что Ильфа и Петрова не тронули по целому ряду причин. Во-первых, мне представляется, что они были чрезвычайно умными людьми. Ты мне скажешь, что ум не спасает людей. И ты будешь прав. Но они были достаточно умными, чтобы лавировать. Мы знаем наверняка о некоторых бонусах, которые получал Валентин Катаев от системы. А Валентин Катаев это родной брат Петрова. Евгения Петрова, да. Петров это псевдоним. Не мог быть второй Катаев в Москве при таком известном старшем брате. Мы знаем о некоторых симпатиях со стороны руководителей государства лично к Евгению Петрову, который, надо приметить, мне кажется, был, в общем, довольно правоверным коммунистом Евгений Петров. И при этом удивительно хорошим человеком. Честным, прямым, открытым, не делавшим подлостей. А Ильф, в свою очередь, я сомневаюсь крепко в его советскости, но он был настолько умен, что предпочитал молчать и говорить только на бумаге. То, как он говорил на бумаге, это было довольно саркастично. Они выдавали буквально по фильетону в день. Но можно сказать, что это был сарказм на разрешенные темы. Но таким образом получается, что мы принизим Ильфа и Петрова, а они были корреспондентами виднейших советских периодических изданий. У меня нет ответа на этот вопрос. И мы не знаем, что бы произошло с Ильфом. Доживи он до августа 37-го года, потому что он умер в апреле 37-го года, будучи евреем, с родственниками за границей в Париже и в Соединенных Штатах. Он умер от туберкулеза довольно скоропостижно своей смертью. Напомню тебе, что Петров, все понимаю, в 37-м году из Москвы уехал на Дальний Восток и почти год не показывался. А это спасало как-то? Спасло. Как мы видим, спасло. Потом началась война, он стал главным редактором «Огонька». Гостиницы «Москва» им всем выдали там по комнатке. Он летал на фронт и погиб в авиакатастрофе. Мы не знаем причин и логики. Террор, он же, как говорил Олеша, это нос, который смотрит на нас из-за угла. Мы не знаем логики террора. Почему этот был изничтожен, а этого не тронули? Почему всех абориутов уничтожили, а Заболоцкого выпустили? Он пишет, что только потому, что во время пыток он потерял сознание, дошел до некоторого порога боли. Прочитай. Он рассказал об истории своего ареста, история моего заключения. Это несколько страниц, после которых ты многое понимаешь. И еще раз мы задели эту тему, прости, Юрий, я на совершенно другое. Русскоязычный человек не может жить, чтобы понять природу террора, не может жить без одной книжки. Скажи мне, пожалуйста, читал ли ты ее? «Жизнь, сапожок, не парный»? Нет. Вот без этой книжки человек из России жить не может. Суть природы террора заключена в том числе в книжке Тамары Питкевич «Жизнь, сапожок, не парный». Пообещай, пожалуйста, что прочтешь. А это документальная? Это исследование? Да, это документальная книжка тогда молодой студентки, которая была неправомерно, как и большинство, арестована и провела много лет в лагерях. И то, что с ней там случилось. От насилия до всего остального. Она вышла, дожила. Я был у нее на 95-летие. И, по-моему, она умерла на следующий год, 96. Как ты относишься к теории, что «Золотой теленок» на самом деле написал Михаил Булгаков? Эта теория даже внимания не стоит. Может быть, это приятно тебе повторить, задать такой вопрос. И я понимаю, что до тебя дошли эти отзвуки. Это просто не имеет отношения вообще к реальности. Ну, у нас же есть все, черновики, дневники. Понимаешь, если я в дневниках Ильфа до их знакомства с Петровым 25-го года уже вижу фразы из «Золотого теленка». У Ильфа здесь жил брат. Да, у Ильфа в Париже родной старший брат, который взял псевдоним Сандро Фазини, стал заметным художником и сюрреалистом, рекламным фотографом. Жил отсюда в двух шагах. До самой своей гибели его депортировали при оккупации Франции. Депортировали. Он погиб в Аушвиц вместе со своей женой. Не хочется гадать, каким образом он погиб. Его депортировали как еврея. А уезжал он из голодной Одессы от революции и гражданской войны, разумеется, и снискал славу. Он был знаком с Дали, с браком, с Пикассо. Он был из тех самых одесских парижан. Было такое сообщество, что ли. Одесские парижане, то есть художники. А в Одессе он успел поработать в Югроста, который ты можешь знать по работе Маяковского в Окнах Роста. Вот одесское отделение называлось Югроста. Кстати, о Маяковском. Мы стоим в двух шагах от гостиницы, где во время своего визита, многочисленных визитов в Париж, помнишь, когда огромные письма Лили Брик, что ей привезти в Москву? В том числе, когда он уже наконец привез автомобиль Рено, то надо было какой-нибудь шланг. Первый частный в Советском Союзе, кажется. Ну, один из первых, мы не знаем, да. Он привез отсюда автомобиль Рено, так потом на свою беду ему уж надо было везти маслопроводные шланги, прокладки, болтики и все такое. Помимо этого чулки. И она на него страшно ругалась, когда он привозил чулки предыдущего сезона, потому что они уже не были модны. Это Лили Юрьевна. Так вот, когда Ильф с Петровым остановились в этой гостинице, будучи в Париже, Ильф написал жене очень коротко. Остановились в гостинице Истрия, здесь останавливался Маяковский, других достоинств у этой гостиницы нет. Как ты оцениваешь одноэтажную Америку? Это пропагандистское произведение или нет? На волне установления дипломатических отношений Соединённых Штатов с Советским Союзом, они были разорваны, напоминаю, в результате революции, пропагандистская задача писать об Америке стояла перед многими авторами. Сергей Есенин написал о «Железном миргороде», это было опубликовано в центральной прессе. Маяковский писал о «Моём открытии Америки», так называлось «Моё открытие Америки». По-настоящему пропагандистская задача была поставлена перед Борисом Пельниковым замечательным писателем, тоже репрессированным и расстрелянным, как японский шпион. Его не спасло то, что он… Его ничего не спасло. Он написал американский роман «Окей», фактически проехав по тому маршруту. И вот пропагандистская задача в 1935 году поставлена перед журналистами Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Они отправляются в Соединённые Штаты и пишут книжку «Одноэтажная Америка». Вот всё, что я перечислил, ты вряд ли читал до того. Ты, может быть, не читал… То, что Есенин писал про США и Маяковский, да. По-моему, это не имеет большой художественной ценности. А книжка «Одноэтажная Америка» жива до сих пор. В ней видно, первое, что она написана абсолютно свободными людьми, без какой-либо попытки идеологизировать происходящее. Более того, с каждой страницы брызжет колоссальная симпатия и уважение к тому, что происходит в Америке. Да, там есть последняя глава, исполняющая пропагандистскую функцию. Она там есть. Но она тоже довольно свободная. И книжка живая. Потому что в ней главное – люди. И ничего не застит взгляд этим очень свободным людям – Ильфу и Петрову. А Ильф, помимо прочего, мой персональный кумир, потому что он был человек по-настоящему острого ума. Я не знаю много людей такого острого ума, какой был у Ильфа. Например, предвосхищая волну колоссальных репрессий в Советском Союзе, он написал в дневнике два слова «Летит кирпич». Ну, а ты уверен, что это про это? Ну, я не могу брать на себя ответственность, знаешь, как иные. Он думал, что... Я не знаю. Из дома вышел человек Хармса. Это про что? Можно ли? Написано в 37-м году. Детское стихотворение. Где ты сейчас живешь? Я сейчас нигде не живу. Буквально. Не знаю. Я жду документы, поэтому просто перемещаюсь в ожидании документов. Как ты воспринимаешь разлуку с домом? Я воспринимаю разлуку болезненно. Но это из-за разряда... Это боль из-за разряда снов. Потому что у меня не было... Для меня не произошло ничего неожиданного. У меня не было никакого порога или паузы, в которой я не понимал, что произошло. 24 февраля утром, открыв новости, я понял, что то, чего я боялся, случилось. Накануне 23-го вечера я разговаривал с одним господином, серьезным, успешным, вдумчивым, гораздо умнее меня, практичным. И он меня спокойно уверял, что это совершенно невозможно и никому не выгодно, и никому сейчас не нужно. 24-го утром я понял, что это все. И почти сразу я понял, что вряд ли когда-нибудь получится оказаться дома. То есть выбор же очень простой. Либо ты называешь вещи своими именами, либо ты начинаешь бояться. Страх отменяет нравственность. Я все время это повторяю. Страх проникает понемногу и отменяет всякое нравственность. Человеку, который боится, ты не можешь сказать, что хорошо, а что плохо, если он боится. Ну или можешь, но очень немногим. И с тех пор я никогда не был дома. Последний раз я был в Москве 29 декабря 2021 года. Почему ты сразу понял, что никогда не сможешь вернуться? Потому что убили людей. Убийство – это необратимая вещь. Знаешь, как в каком-нибудь фильме Хичкока «Веревка» на первой минуте в первом кадре убивают человека, и все остальное – это просто ожидание возмездия. Потому что непоправимое совершено. И моя страна совершила непоправимое. Совершала и раньше. Но совершила слишком наглядно. Мы еще ничего не знали об Уче, об Ирпене и так далее. Так, а предположим, что путинизм падает. И Россия пытается встать на рельсы нормального государства. И что, твое возвращение тоже невозможно? Я бы об этом мечтал. Если то, что случилось, а это случилось, кажется, надолго, если то, что случилось, случится на пять лет, на семь лет, на десять лет. Это же все равно, что навсегда. Проще сразу сказать, что это навсегда. А если удастся вернуться и работать для того, чтобы построить новую страну, я бы очень хотел это сделать. Ну, ты категорично говоришь в тех местах, где ты появлялся после начала войны, что ты говоришь так, как человек, который в это вообще не верит. Я в это не верю. Почему? А ты? Я об этом не думаю. Ты об этом не веришь? Я живу по фразе, которую ты произнес в выпуске Варламова, что все временное надо принимать сразу и навсегда. Вот. И поэтому я просто не думаю. У меня ампутированы эти мысли. Ты не думаешь о том, как будет развиваться ситуация дальше? Конечно, нет. Я думаю и не могу ничего придумать. Потому что для того, чтобы мысль стала убеждением, тебе надо что-то теоретическое в голове построить. Вот это падет, это будет так, потом мы попробуем сделать это, потом будет это, и тогда можно будет исправить это. Так как я не могу себе пока самому себе объяснить и понять, как это должно произойти, то, что я себе представляю, займет так много лет, что это навсегда. А что ты себе представляешь? Ну вот, если меняется политический режим, дальше нужно работать с тем, что произошло. С тем, что произошло, надо работать как минимум на 106 лет назад, то есть начать с 17-го года. Ну, как минимум. А что такое работать? Назвать вещи своими именами, объяснить все те способы, которыми выстраивались абсолютизм, диктатура, убивали людей, разобраться с репрессиями, с гражданской войной, с жертвами Первой мировой войны, с тем, что такое был Советский Союз, с тем, чем давалось это мнимое равенство и тоска, с тем, кто и почему пришел, с тем, какими в реальности были 90-е годы, с тем, что произошло и почему, почему случилась Чеченская война, что такое был Афганистан. Представляешь, сколько всего надо. Потом надо объяснить, почему эти люди оказались у власти, как эти люди власть удерживали, как уничтожили все ограничения на пути этой власти. Научить людей бояться любых ограничений, которые власть для себя самой снимает, это первый сигнал. Объяснить всей стране, что война была не ради чего, что не было никакой угрозы, никаких нацистов. Всей стране объяснить, что людей убивали и наших, и украинцев просто ради сохранения власти кучки людей. Это надо объяснить всей стране, это ведь сложная задача. А что люди про себя подумают? А где гордость, она же вся, так называемая русская гордость, она же вся падет? А как нам ее поднимать? А на чем нам строить новое? А от слова «свобода» всех тошнит. А как объяснить, что это одна из самых главных ценностей на земле? Когда я представляю, что все это надо сделать… Ты сказал, объяснить людям, чем на самом деле был Советский Союз. Чем был Советский Союз? Ну, у меня нет заготовленных ответов, но Советский Союз был совершенно мутировавшим образованием, экспансивным, колониальным, подавляющим личность, достоинство и свободу, эксплуатировавший идеи, которые легко могли показаться романтическими. Чем достигалось это мнимое равенство? Чем? И почему равенство мнимое? Ну, равенство мнимое, потому что никакого равенства быть не может. То, что существовала плановая экономика и госзаказ, обеспечивало некоторую стабильность, но мы же знаем, что было такое же колоссальное расслоение, просто оно казалось… Знаешь, что хронику не посмотришь советскую, и везде солнце, хорошие дни, люди улыбаются. Фильм «Кубанские казаки». Ну да, что-нибудь такое духоподъемное, и вот, мол, все у нас было хорошее, все было отвратительное. Качество, мол, был какой-то гост, люди жили в проголодь, страна беспробудно пила, и как тогда, так и сейчас, вот лишь бы водка не подорожала, лишь бы… это было такое унижение, пирамида унижений. Унизили тебя, я унижу другого, унижу другого, унижу другого, и бессовестное лицемерие на каждом шагу, эксплуатация идей, бюрократизация некогда идей, за которые была пролита кровь, и просто бюрократизация их использования. А главное, сколько жизни это стоило. И давай еще один пункт из того, что ты приводил. Чем на самом деле были 90-е? Чем? Мне кажется, это было уникальное время. Я считаю, что мне повезло, что я был в сознании, проживая 90-е годы, то есть могу себе представить, как совсем по-другому может быть в России. Было ли многим людям плохо? Было. Свобода вообще требует большую плату. Но не удалось объяснить, что она этой платы стоит, что к ней ведет некоторый путь. Победило что-то частное. Все увлеклись не объяснением, не строительством, а собой. И, конечно, деньги округлили глаза многих людей. И я считаю, что деньги, которых никто не знал, их возможности никто не знал, просто сбили многих. И главное, не удалось рассказать, зачем это все. Если человеку выпадают какие-то страдания, лишения и все остальное, главное, что нужно делать, это объяснить, зачем это все. Зачем? Это делали частные бизнесмены, я знаю наверняка, это делали разные люди, которые шли на свои предприятия, объясняли, когда случился там, например, какой-нибудь 98-й год. Я знаю бизнесменов, которые убедили своих собственных сотрудников проголосовать, это была необходимая процедура, за понижение зарплаты. Потому что этим людям удалось объяснить, собственно, а что ждет дальше? Вот преодолеем кризис, и мы сделаем то, другое, третье. Я не говорю, что все хорошие, а главное, что это была ведь настоящая свобода. Настоящая. Это была мне педагог по литературе, Валерий Ильич Мельдон, однажды на занятии сказал, «Вы живете в уникальное время. Впервые за всю историю России целиком отсутствует цензура. Ее не существует. Читайте, что хотите, смотрите, что хотите. Печатайте, что хотите». Мы не смогли с этим, ну, я был тинейджером, мы не смогли на пару поколений, те, кому это выпало, в их 30 и дальше, не смогли с этим совладать. Занялись решением маленьких проблем вместо того, чтобы решить одну большую. Правильно ли считать полноценной свободой и абсолютной свободой время, когда во многих регионах с наступлением темноты страшно на улицу было выйти? Жизнь, из которой много где исключается безопасность. Это точно свобода? Это плата. Ну, подожди, Юра, это плата, свобода же не наступает сразу, ведь это же прошла всякая демократическая страна. Давай просто ответим тем, кто хорошо помнит унижение и опасности 90-х, они просто задают вопрос, а как же это? То есть твоя концепция, твоя гипотеза в том, что вот это нужно было заплатить, это нужно было перетерпеть для того, чтобы потом стало лучше. Это да, но не только это. Всем со всеми нужно было разговаривать. Почему творился бандитизм? Потому что ослабли органы МВД. Почему ослабли органы МВД? Потому что государству нечем было платить зарплату. Это такие базовые проблемы, но проблем было много. Базовые проблемы, и не то, что их не пытались решить. Просто победило что-то другое. Опять же, есть аргумент тех, кто был непосредственными участниками этих действий. Они говорят, вы не понимаете, должна была случиться гражданская война. Самой большой заслугой этих экстренных мер, которые были приняты, мы считаем, недопущение гражданской войны. А противники скажут, а как вы допустили обнищание, бандитизм, войну в Чечне? У меня нет ответов на эти вопросы. Я был подростком. Я просто понимаю, что мы что-то не доделали. И если нам выпадет это снова, надо тщательно прислушиваться к опыту, в частности, 90-х годов. Ты не видишь для себя никаких достоинств 90-х годов? Вижу, конечно. Просто когда я слышу про абсолютную свободу, здесь гораздо точнее и талантливее у меня сформулировала Елена Костиченко, которая была героем одного из выпусков Екатерины Гордеевой, про то, что про абсолютную свободу обычно говорят журналисты, работавшие на деньги олигархов в модных московских медиа, а люди, которые в провинции, или даже не в провинции, а в Москве, как я, открывали холодильник и видели его пустым, у них может быть другое мнение. Поэтому я понимаю и принимаю все, о чем ты говоришь, но просто количество людей, которых было больно, страшно и голодно в 90-е, огромно. И про них нельзя забывать, когда мы это время препарируем. Как я могу про них забыть? Я отмечаю что-то, что было хорошее, не забывая о том плохом, что было. Но сейчас я должен защищать 90-е годы, потому что вот уже 20 с лишним лет ведется целенаправленное очернение 90-х годов. Когда из хорошего и плохого убирается хорошее и оставляет он плохого. И нам надо вернуть что-то, что там было. Потому что большого... Я не отбираю страдания людей. Большого ума для того, чтобы выделить плохое, не нужно. Это всегда работает лучше. И очень важно указать виновных, олигархи. Ну, виновных. И на этом работает пропаганда. В сегодняшних условиях я считаю необходимым защищать 90-е годы. Но с ними, повторяю, нам предстоит разбираться и извлечь какой-то опыт. Я надеюсь, если нам снова выпадет возможность что-то попытаться построить. последний твой проект это проект после России про незамеченное поколение. Уехавшие музыканты исполняют песни на стихи уехавших сто лет назад русских художников. Давай важную деталь оговорим, потому что многие смешивают. Философский пароход некоторые называли то, что вы исследуете тоже философским пароходом. Философский пароход и эвакуация из Крыма это разные вещи. Никак друг с другом не связаны. Давай коротко объясним разницу. Смотри, просто на уровне сухой Википедии. Философский пароход это явление, при котором Дзержинский, Ленин и все остальные палачи, перед ними встал выбор. Или не выбор даже, как бороться с инакомыслием. Стояла задача. Можно было всех тех крупных философов, мыслителей, педагогов, их можно было всех убить. За ними бы не заржавело. Но по той или другой причине, в силу их влиятельности, я имею в виду на мировую мысль, в силу их интеграции в мировой культурный контекст, им было предложено выбрать остаться или уехать. Остаться это значит быть арестованным или убитым. Поэтому естественно выбрали уехать. То есть это была, сухо говоря, депортация, высылка крупных мыслителей, влиявших на умы молодого поколения. С собой не разрешалось ничего брать, условные 20 долларов, да и то нельзя было их купить. Имущество национализировалось, обратного пути для них не было. Название «философский пароход» придумали гораздо позднее. Это несколько пароходов и поездов из Москвы и Петербурга и других городов с осени поздней 22-го по весну 23-го года. Было выслано точное число такое-то, не помню сейчас наверняка, такое-то число вот этих самых влиятельных мыслителей со своими семьями. Тогда как эвакуация остатков добровольческой армии под руководством генерала Врангеля это трагичная страница исхода гражданской войны, когда около 150 тысяч человек на 126 судах покинули Крым. Это стало окончательным поражением в гражданской войне белой армии. До этого было несколько других эвакуаций в чудовищных условиях. Эвакуация из Одессы, Новороссийская катастрофа. Это страшные, страшные условия. Эвакуация. Немедленный благополучный отъезд, а эвакуация. И вот то, что организовал Врангель на судах союзников, они уходили даже не под флагами Российской империи, а под флагами Франции, Великобритании, даже, по-моему, Италии, немножко так стыдливо свесив Андреевский флаг где-то сбоку. Удалось спасти почти 150 тысяч человек. Это была не в пример хорошо организованная эвакуация, но здесь я всегда поминаю один корабль, который затонул и около 250 человек погибли во время этой эвакуации. Крым оставался последним опорным пунктом добровольческой армии. Белой армии. Юра, я так благодарен за возможность оказаться здесь на Монфарнасе, где мало того, что в целом родилось искусство 20 века, то есть оно отсюда произрастает, но еще и как бы ядро, пульсирующее сердце столицы богемы первой русской эмиграции. Вот здесь? Вот ровно здесь, в этих кафе, на этих стулях, на углу Распая и бульвара Монфарнас. Каждая мансарда здесь была занята в наем каким-нибудь нищим художником. Мансарда нищим художником? Мансарда, самые дешевые комнаты мансарда. Окно склоняется вот так, окно окна. Оно склоняется, потому что это окно мансарды. Вот на этих ровно стулях, знаешь, когда они не брезговали съездить там полчаса на каком-нибудь трамвае в другой конец города, чтобы попросить у друга взаймы эти 20 сантимов, заплатить за чашку кофе и весь день пить это. Не было возможности ничего. И на чашку-то кофе иногда не было. Иногда ночь, негде было ночевать, ночь просили на этих стульях. Это тебе ротонда, это тебе дом, это тебе куполь, это все легендарные монпарнасские кафе, это отсюда родилось искусство 20 века. Здесь сидели все имена, составившие славу так или иначе 20 века. Искусство 20 века. И так как Париж был столицей этого самого искусства, то не только французские художники, все те, кто приезжали сюда за творческим импульсом, все те, кто хотели это все увидеть собственными глазами. И Париж более-менее оставался культурной столицей до Второй мировой войны. Про Бориса Поплавского что-то говорил в контексте мансарда или что-то еще? Да, в одной из мансард, конечно, я не знаю наверняка в какой, жил на свое очень скромное пособие по безработице замечательный поэт царство монпарнасского царевич. У поэта Николая Отсупа есть дневник своей жизни в стихах, и там Поплавский так и назван царство монпарнасского царевич. И вероятно с одного из этих стульев он поднялся каким-нибудь ранним утром, мимо проходил нехороший человек, который решил покончить жизнь самоубийством. И он хотел взять с собой какого-нибудь партнера и случайно, он намеревался взять другого человека, случайно сидел вот так же, я не знаю, это был поздний вечер или может быть совсем ночь, сидел Борис Поплавский, которому тот предложил попробовать героин, и они умерли от передозировки. Поплавскому было всего 35 лет. А ты рассказывал версию, что человек хотел покончить с собой и брал сообщника. Вот он целенаправленно шел заторчать до смерти? Да. Он шел покончить с собой, оставил письмо о том, что намеревался покончить с собой, да. И их тела уже остывающие нашли, они еще были при последнем дыхании, и так ушел этот совершенно удивительный поэт и прозаик и удивительный художник. Знаешь, Гайто Газданов про него говорил, что все говорили о том, как писать стихи, а Поплавский говорил о поэзии. А это легендарный Ля Куполь, конечно, все это изменилось, стало более буржуазным, тоже копеечное место, и художники за то, что расписывали там, скажем, колонны или оставляли на стенах какие-то работы, за это им наливали кофе и может быть даже багет выдавали, какой-то пан о шоколад. Может быть, эти работы там остались. Хочешь, зайдем? Мон Парнас, Мон Парнас, важнейшее место русской миграции 20-х годов. Все жили очень плохо. Ну, нельзя так сказать все. Конечно, нет. Перебрались и знать, и состоятельные промышленники, и бывшие политики, лидеры кадетской партии, СССР, социал-революционеры. Конечно, нет. Над Мережковским с Гиппиус издевались, что они открыли дверь парижской квартиры собственным ключом на колоннель Банэ-11. Конечно, нет. Но вот мы стоим, вот Бульвар Распай, табличка, и если бы ты знал, сколько адресов были приписаны сюда. Были целые русские салоны. И Ильи Фондаминского, и Рябушинского, ты наверняка помнишь, такого промышленника. И так дальше, дальше, дальше. Нет. Но, конечно, подавляющее большинство иммигрантов, так как иммиграция была в большинстве своем вынужденная, были абсолютно нищие. Кто-то сознательно нищий, как Борис Поплавский. Несознательно. Просто не хотел делать литературу во вторую смену. Решил быть нищим, но литератором. Он жил на пособия? Он жил на пособия, семь франков в день отстаивал очереди за этим самым нищенским пособием. Ну, что такое семь франков? Я полагаю, что это какой-нибудь очень скудный обед и ночь в комнате в мансарде. Вот что-нибудь такое. И я думаю, что обед, опять же, в специальной социальной столовой, может быть, при мэрии Парижа что-то такое было. Но при этом он один из самых ярких поэтов тех времен. Да, его как-то не стесняясь называли гением и надеждой. О нем даже сказал однажды тот же Мережковский, что это единственное оправдание вообще русской культуры в изгнании. Что этих, одних этих стихов он имел в виду сборник «Флаги» Бориса Поплавского, единственный прижизненный сборник. Одного этого достаточно, чтобы оправдать поэзию русской эмиграции. В русской эмиграции литераторов были люди, которые симпатизировали нацизмом? Безусловно. Кто? Имен достаточно много было. Из самых известных, может быть, стоит назвать Дмитрия Мережковского и его жену Зинаиду Гиппиус, которые и выступили по радио в некотором смысле в защиту Гитлера. И, по-моему, получили гранты от Муссолини на перевод Данте. Как-то ошибочно выступила Ирина Адоевцева, жена Георгия Иванова, призывая кого-то то ли уехать, то ли вернуться. Естественно, многие военные попали в эту эмоциональную ловушку нового шанса борьбы с большевиками. Довольно много имен было. А Георгий Иванов, про него же говорили, что они жили с женой в Биорице какое-то время. У них была вилла в Биорице, которую заняли представители немецкого командования. Да, ее реквизировали, а потом разбомбили, как я понимаю. Со всеми их сбережениями, которые у них были на всю их жизнь. Они вернулись в Париж в нищете. А были они богатыми людьми? Они были состоятельными людьми, потому что отец Ирины Адоевцевой был состоятельный рижский адвокат. А Рига до 1939 года была независимым государством. Но про них же еще говорили, что там в этом доме чуть ли не приемы для немецкого командования происходили. Ну, я полагаю, что это легенды. Не исключаю, что немецкие офицеры могли приходить в гости, но устраивали ли Иванов с Адоевцевой балы для немецкого командования, и я в этом крепко сомневаюсь. Это же все существует в каких-то пересказах. Но, грубо говоря, резкого противодействия до известного момента они могли не выказать. А, например, ненавидевший большевиков Бунин, конечно, не мог помыслить о каком-либо сотрудничестве ни с нацистами, ни затем с Советским Союзом снова, хотя его зазывали активно. И после войны в том числе. Париж был оккупирован, и многие русские эмигранты, например, Мать Мария с Ильей Фундаминским принялись спасать евреев и укрывать их в православном парижском храме. Что им за это было? Они погибли. Их раскрыли? Раскрыли многих, кто укрывал евреев, кто помогал тем или другим. История масса. Мать Мария погибла в концлагере. Как и многие, как поэты Михаил Горлин, Раиса Блох, был расстрелян Борис Вильде, герой французского сопротивления. Французское сопротивление. Правильно ли я понимаю, что оно состояло в том числе из тех самых людей, которые уехали из Российской империи от революции? Безусловно. Безусловно. Когда близилась Вторая мировая война, в сущности началась в 1939 году она, и близилась оккупация Парижа, и тоже случилось, возникли разные течения. Не надо замалчивать то, что кто-то из русских эмигрантов безусловно оказался на стороне немецкой, то есть антибольшевистской. С психологической точки зрения это понятно, эмоционально это объяснимо. Это был их шанс дождаться того, чего они так ждали, падение большевистского режима. Поэтому многие подались на вот эти соблазны. Но большая часть, большая даже часть, считала невозможной сопротивление, пусть с бывшей, но все-таки Родиной, пусть с большевистской, но все-таки Россией. Они считали это совершенно невозможным, неэтически, не нравственно. Поэтому действительно возникло легендарное французское сопротивление, но мало кто знает, что в этом самом сопротивлении были те самые русские мальчики, которые эмигрировали от гражданской войны сюда, собственно, на чужбину. Они говорили по-французски, они с криками «Vive la France!» умирали за Францию. Само слово сопротивление, «resistance», фактически придумал Борис Вильде. Он издавал небольшую такую газету, по-моему, еженедельник, под названием «Resistance». И он герой Франции. Ты можешь увидеть досточки по всему Парижу, которые посвящены вот этим самым русским мальчикам. И не он один. Он, кстати, работал тогда в музее человека вместе с Антонином Ладинским. Они оба стали героями французского сопротивления. И, собственно, он был арестован и погиб. В альбоме «После России» Лиза Монеточка исполняет песню на стихи Набокова. Владимир Набоков, тогда еще Сирин, разумеется, неизвестный как поэт. Собственно, все, что он успел сделать до своей миграции, это за свой счет издать небольшой сборник стихотворений. Но он происходил из влиятельной семьи. Его отец был министром временного правительства. И с детства английский он знал по сути как родной. Не только английский, французский. Ну, конечно, были гувернеры. Но это была благосостоятельная семья юриста. Когда случилась эмиграция, то его отец пытался защитить лидера партии Павла Милюкова от покушения. И при этом сам получил два ранения. Милюков выжил. Собственно, его даже не ранили. А родной отец Набокова, Владимир Дмитриевич, был убит при этом покушении. Набокову тогда было, кажется, 22 года. Ему предстояло это пережить. И будучи из такой семьи и сыном такого родителя, он, конечно, представлял, что любое возвращение в Россию для него равносильно расстрелу. Тосковал ли он при этом о родине? Ну, конечно, вот отсюда и рождено, бывают ночи только лягу, в Россию поплывет кровать и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Напомню тебе, что НКВД устраивало большое число провокаций, связанных с возвращением. Например, сразу после эвакуации Врангелевской армии НКВД инициировали такой союз возвращения на родину и пообещали солдатам и офицерам полное прощение, амнистию по возвращении. Ну, и, естественно, многие на эту тоску купились, и они были расстреляны по возвращении сразу, без суда и следствия. Вот откуда корни этого стихотворения. Правильно ли я понимаю, что то, что делает сейчас Беларусь, это очень похоже на союз возвращения на родину? У них прям целая компания рекламная, в том числе по возвращению тех, кто уехал после протестов. Ну да, видишь, у них свои герои. И их предшественники, их герои научили их действовать вот так. Вот у тебя герой, например, Зинедин Зидан, у меня герой, например, Мандельштам, а у них герои, вот эти вот умелые палачи, которые дают им право сегодня сажать самолеты или зазывать и арестовывать людей. Шин на альбоме читает Алексея Эйснера. Я правильно понимаю, что он как раз поддался ностальгии и вернулся? Да, вернулся аккурат в лагеря. Поправь, где я не прав. Он сначала вступил в союз возвращения на родину, но прощение и возвращение он заслужил участвовать в гражданской войне в Испании. Да, ну а это, видишь, тоже система покаяний, да. Заслужи, если не кровью, то риском. Да, да, да. Он подружился с Цветаевой и с Эфроном. Эфрон был активным участником союза возвращения на родину и тоже вернулся, и был арестован и расстрелян. Цветаева вернулась тоже, она не могла оставить мужа и детей и покончила с собой. Их дочь была арестована, провела много лет в лагерях, а 19-летний сын был убит, рожденный в эмиграции, был убит на фронте в 19 лет. Эйснер в итоге отсидел, и вышел. В 1956 году по амнистии. Оттепель. Обалдеть. Вышел в оттепель и потом что-нибудь 20 с лишним лет жил в Москве. Предположительно, его сын Дмитрий Эйснер до самой своей смерти недавней был сотрудником мемориала. Представляешь, какой поворот? Расскажи про свой киноязык. Сохрани все то, что только ты одна можешь сберечь. Пока ты есть, эту рукопись им не сжечь, не возьмет ни костер, ни печь. Меня уже не сохранить, храни мою речь. Сохрани, сохрани мою речь навсегда. То, как ты снимаешь фильмы. Правильно ли я понимаю, что тебя на вот такой киноязык, это смесь анимаций и чего еще? Графики, видео и прочих вещей, тебя на такой стори-тейлинг натолкнул фильм Стена? Ну, это мне потом, я этого не понимал. Фильм Стена стал для меня колоссальным потрясением лет в 14. Просто колоссальным потрясением. Это была первая сигарета, наверное, в моей жизни. Ну, там же еще есть музыка и вообще такой способ рассказать историю. И в юности, особенно в 14 лет, многие чувствуют себя очень-очень одинокими. Не знаю, случалось это у тебя или нет. Вот, как будто весь мир тебя не понимает, и тем более взрослый мир тебя не понимает. И ты вот совершенно один. И я рос в этом чувстве непризнанности, одинокости, невозможности ни с кем поговорить, ни до кого не докричаться. И фильм Стена, хотя рассказывает о человеке куда старше, стал вот таким потрясением. И потом, работая над какой-то третьей, четвертой работой, я думаю, а зачем вот эти образы, которые мы пытаемся внедрить с помощью мультипликации, каких-то странных таких инсталляций, каких-то постановок. Я подумал, может быть, это вот что-то, что когда-то на меня произвело впечатление, я развиваю для себя, как можно на себя самого в первую очередь, восстановив это, произвести впечатление. А почему ты истории в своих фильмах рассказываешь именно так? Мне кажется, что каждый в своем деле, то есть, вообще, мне кажется, что стоит заниматься своим делом только тогда, когда ты знаешь о нем какой-то секрет. когда ты вот занимаешься интервью или сочиняешь фильмы или занимаешься продюсерской деятельностью, или ты музыкант, и ты вот что-то такое узнал, или дизайнер, неважно, что-то такое узнал, какое-то, что-то вот в аранжировке или что-то в подходе, какой-то секрет, понимаешь, что я имею в виду? Вот что-то, что никто больше не делает. Вот я учился в Авгике и смотрел-смотрел кино, смотрел-смотрел кино, смотрел выпускные фильмы, смотрел выпускников других факультетов. И я думал, что вот меня не заводит ничего из этого. Я не хочу ничего из этого делать. В этом нет того киноязыка. Ну, я же не могу за Феллини продолжать его язык. Он уже его. И я понимал, что это нужно до зарезу, потому что ну нельзя просто просто вот снимать то, что уже все снимали. Ты хотел уникальности? Я хотел научиться рассказывать историю каким-то способом, которым это делаем только мы. Мы? Ну, мы. Наша группа, киногруппа. Только мы. Смотри, давай разберем пример. Пример, фильм про Андрея Платонова. Вот я смотрю из тех фильмов, трех фильмов, которые у тебя смотрел, Ильф Петров, Мандельштам и Платонов. Жизнь Платонова для меня наименее известна. То есть он для меня наименее изученный герой. Вот я смотрел этот фильм, и если бы я параллельно не сверялся с Википедией, я бы не понял вообще ничего. Но более того, даже сверяясь с Википедией, я понял далеко не все и далеко не все, что было нужно из жизни Платонова, ну что интересно, я узнал. И на выходе я получил впечатление, что да, есть несколько там очень красивых кадров над поездом, когда коптер летит и все остальное, но по итогу я, для меня все это выглядит как неувлекательно и не очень содержательно рассказанная история, как будто вот усложнение ради усложнений. Я надеюсь, не обижусь, не обижу тебя такой рецензией. Вот у меня возникает вопрос, не усложнение или это ради усложнения. Погоди секунду, Андрей Платонов сложный писатель? Да. Мне кажется, очень важно быть самысленным тому, с кем ты работаешь. Чтобы это было органично герою? Самысленным. Язык рождается не целиком из тебя, из ума, из сердца даже. Киноязык, а это тоже язык, это тоже литература, ее надо тоже уметь читать, у нее есть своя грамматика. У меня нет никогда задачи рассказывать историю. Я вообще не рассказчик истории. Как ты заметил, я не могу даже на простые вопросы как-то внятно ответить. Мои друзья надо мной прикалываются, что я напускаю туману специально. Но я просто так не думаю, вот так конкретно. У меня нет задачи рассказать биографию Платонова. это вообще не задача искусства. И правда это не задача искусства. Но самысленным героем быть необходимо. В этом отличие языка фильма Ильфа Петров от языка фильма «Сохранимую речь навсегда» или от любого другого нашего фильма. Поэтому я не удивлен и нисколько не расстроен тем, что ты мог не понять что-то, потому что там нет задачи, чтобы ты это понял. Есть более амбициозная задача, чтобы ты почувствовал. Для того, чтобы почувствовать, нужно потратить. Произведение отдает тебе «The love you take is equal to the love you make». И произведение отдает тебе то, что ты предлагаешь ему. Глядя что-то в проброс или не в проброс, или отвлекаясь, или будучи растерянным от этого киноязыка. Да, да, но вдруг когда-нибудь ты пересмотришь второй раз, вдруг тебе будет чуть интереснее, вдруг что-то станет понятнее с точки зрения чувств и логики этих чувств. А отсюда уже объяснение киноязыка. Есть сказуемое, подлежащее, запятая, второстепенные члены предложения, точка, или восклицательный знак, или отточие. И дальше следующее. Есть абзац, отбивается абзац. Это и есть киноязык. Конечно, он используется вообще в кино и в понятном кино. У понятного кино есть другие задачи. Рассказать историю, удержать зрителей и так далее. У нас нет ни одной из этих задач. Ведь на пути сочинителя к зрителю в этом случае столько препятствий, мне так сложно дойти до зрителя, поскольку если говорить грубо, я, конечно, не думаю ни о каком зрителе. Нет маркетологической стороны наших размышлений. Как зритель живет? Кино отчасти само в этом виновата. Как зритель живет? Садится в кресло или, неважно, у компьютера и так далее, и дает возможность себя увлечь, исходя при этом из себя. Вот. Ты думаешь об этом, в тебе отзывается это. Это первая степень сближения зрителя с произведением. Но таким образом зритель себя чрезвычайно ограничивает. И получается все то, что за пределами его интересов никогда до него не достучится, потому что он просто на это не настроен. Как он должен это уловить? И да, я понимаю, что все наши произведения, несмотря на некоторый относительный резонанс вокруг них, они глубоко в стороне. Ты знаешь, что я держусь вдали от любого кинопроцесса, я никогда не участвовал ни в одном фестивале, не варился ни в одной кинокомпании, никогда ни с кем не взаимодействовал, не ищу ни с кем никогда знакомства. И внутри нашей команды мы понимаем, что мы делаем не кино, а что-то аудиовизуальное вот такое произведение. Да, и мы знаем, что у нас очень мало зрителей, мы знаем, что мы обречены быть непонятыми, мы знаем, что никто никогда нас с новой работой не поддержит, никто никогда не пришел, мне не предложил, вот что ты хочешь дальше делать, давай мы тебе поможем. Никогда такого не было. Мы должны бороться за шанс каждый раз что-то новое сказать. Получается, что кино вы делаете только для себя? Только для себя. Искусство есть искусство, есть искусство и должно существовать только ради самого себя. Если у него находятся зрители или те, кто смогут с ним взаимодействовать или извлекут какую-то свою радость из взаимодействия, таким зрителям я очень признателен, их мало. Может ли то, что было создано, например, если мы говорим про кино, как искусство, то есть когда художник делал это для себя, либо в первую очередь, либо вообще только для себя, не искать успеха, стать популярным? Да, безусловно. Какие примеры ты можешь привести? Ну, я предполагаю, что большинство фильмов Феллини были сделаны более-менее для себя. Я могу называть без конца. Я полагаю, что Фассбиндер с, скажем, с картиной, которая сегодня играет новыми эмоциями, страх съедает душу, а страх съедает душу, особенно сегодня. Столько страха съедает столько душ. Это картины, сделанные для себя. В чем сложность? Кино требует средств. В кино сложно оставаться независимым. Каждый, кто эти средства тебе предлагает, хочет их возвращения, а лучше приумножение. Поэтому в основном вот то кино, которое мы сейчас обсуждаем, оно остается вне средств. И, конечно, какая-нибудь картина, если доводилось тебе видеть Сало или 120 дней Содома, посмотри, пожалуйста, то есть ты будешь уничтожен. таким способом снимать. Это последняя картина Пазолини. После этой картины его убили. Криминальное чтиво это искусство? Безусловно. Тарантино это уникальный художник. Уникальный. Я пересматриваю картины по много раз. Это редчайшая удача и успех. Так найти свой язык и стать синонимом кинематографа целых десятилетий. Ну это просто как там Фон Триер, Тарантино, кто еще такие есть? Братья Коэн. Ну синонимы... Братья Коэна тоже искусство? Да, конечно. Может быть не все работы, может быть некоторая неровность и так далее, но это уникальные организмы, но они существуют только там, где есть гигантская система. Эта система породила Чаплина. Гигантская система, в которой может вот такое родиться. Среди фильмов, которые мне кажутся совершенными, у меня есть такая собственная категория совершенный фильм. Лучшие кадры в лучшем порядке. Вот я назову тебя «Ла-ла-ленд». Я считаю, что это совершенный фильм. Я смотрел его в кинотеатре пять раз. Я не могу поверить. И он близок мне. Если ты помнишь, там есть целые сцены, и если ты видел наши картины, то ты можешь понять, что между ними родство само по себе. Когда что-то в декорации, помнишь что-то странное, какие-то странные картинки Парижа, когда история проигрывается та, которая не случилась. Это родственный мне киноязык. Я сразу в стойке. Но вне зависимости от этого киноязыка картина «Ла-ла-ленд» совершенная. Там совершенная картина «Полет над гездом кукушки». Из известных я называю. Совершенная картина «Крестный отец». Мы с тобой обсуждали первая часть только. Это непостижимо. Есть ли русский или на русском языке совершенный фильм? Современный или вообще? Нет, на русском и в Советском Союзе снимали. «Летят журавли» это совершенная картина. И таких картин достаточно. Опять же существовала огромная богатая система, которая смогла это породить. Совершенных фильмов за последние 20-30 лет я не знаю. Слушай, а чисто для самого себя, не знаю для чего еще, для самого себя, раз, допустим, ты нечиславен и тебя это не интересует, а тебе и твоей команде никогда не было интересно, раз бывает искусство, которое еще и становится популярным или, скажем так, более, чуть более популярным и зрительским, чем то, что делаете вы, у тебя никогда не было желания, амбиции попробовать сделать так, чтобы это было более зрительским, чем то, что вы привыкли делать? Это конец. Думать о каком-то зрителе, это конец. Тарантино думает о зрителе? Да. Он вырос в другой культуре. Он сам себе массовый зритель, как ты сам себе. И мое уважение по отношению к тому, что ты делаешь, колоссально именно потому, что ты ведь соответствуешь целиком сам себе. И тебе повезло, что это совпало с твоим успехом. Я не верю, что ты бы делал то, что тебе против шерсти. А то, что делаем мы... Но смотри, тут тоже надо разделять вот, грубо говоря, Набокова поэта и Набокова автора Лолиты. Есть, например, проект «Меня как автора и продюсера», прости, что я себе, скажем, трибьют альбом Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда», у которого аудитория 20 миллионов человек. Ты мне можешь справедливо возразить, «Ну погоди, это ведь не ты, это популярный артист, это авторско-продюсерская работа». Или проект «После России», у которого миллионная аудитория. И это дает мне возможность, но у меня нет амбиции. Вот наша команда ко мне обратилась накануне выхода, все же в таких тяжелых условиях идет война, «Рома, каковы твои ожидания?» Вот как на духу я сказал им, у меня нет ожиданий. Никаких. Я это делаю, все, что я делаю, я делаю только потому, что считаю, что это должно быть в мире. Мне не важно, есть у этого, как Мандельштам говорил, не надо, не надо, не поднимайте стихи, там черновик туда. Если нужно, люди сохранят. Мне очень понятна эта позиция. Я хочу, чтобы это было в мире. Вот не было альбома на стихи поэтов незамеченного поколения. Число слушателей этого альбома превышает все тиражи всех стихотворений, всех авторов этого альбома, поэтов. И когда я об этом думаю, и думал, нужно же еще на каком-то топливе работать, когда я об этом думаю, я думаю, это чудеса. Они дождались своего читателя. И эти читатели, мы через сто лет, никого из них нет в живых. Когда по всей стране висят афиши нашего фильма, посвященного Мандельштаму, сохранимая речь навсегда, и я еду в тур по городам представлять премьеры, представляешь, Владивосток, где его убили, и там афиша с ним. Зачем мне думать о зрителе, понимаешь? Я же взаимодействую с вещами больше самого себя. Но вообще, когда мы вот здесь так оказались среди этого всего, в такой атмосфере, под таким ледяным ветром, легко себе представить нищих, которые прятались везде, где только можно было спрятаться. Может быть, мы пойдем выпьем по стопочке с чаем? Немножко должна любовь к людям вернуться в наши организмы. и сочувствие, милосердие. Юр, как ты считаешь? Я с удовольствием, а ты выпиваешь, да? С радостью. А вообще? С радостью. Всегда, когда выпить можно, я непременно выпью. Но мне кажется, если это никому не мешает, если это не противоречит никаким рабочим делам, если ты никого, ничем не подводишь, то есть в жизни вещи, которые, в частности, я или ты любим. Читать книжки, что мы делаем при каждой удобной возможности. Выпивать, что лично я делаю при каждой удобной возможности. Да, тут я галочку вставлю тоже. Вот. В книжках я бы себя так не льстил, к сожалению. Ну, ты вообще отказываешься взаимодействовать с искусством. Почему? Я думаю, что ты слишком занят. Я думаю, что ты живешь на бегу. Семья, работа, огромное количество задач, которые тебе нужно выполнять. Ты сам себе продюсер, ты сохраняешь свою независимость. И так как я в такой же позиции, просто в другом режиме существования, я представляю себе, как мы распоряжаемся своими жизнями, которым, надеясь, считаем себя хозяевами. И в частности, вот видишь, наше нахождение здесь тоже продиктовано тем, что мы хотели бы оставаться хозяевами наших жизней. И мы не хотели бы, чтобы какие-то люди принимали решения за нас. Вот за это прям выпить хочется. Ну, пойдем скорее. Мне кажется, что закусывать водку, тем более, когда так, просто глоток. Пошло? Нет, это не то, что пошло. Это просто как бы немножко отказать ей в существовании. Просто я боюсь, что если меня закружу, я до конца дня себе откажу в существовании. Поэтому мне нужно как бы смягчить удар. пить водку. Знаешь, я всегда стеснялся, что пью водку долго и маленькими глотками. Я пью водку маленькую, ну, как коньяк, маленькими глотками. И я не один такой, кто узнал, что Ахматова пила водку так же, и что это называется пить водку по-ахматовски. Так что, я, как и многие, пью водку по-ахматовски. Ну, сейчас она прям, просто как дети в школу пошла. Ну, с такой же, с такой же обреченностью. Я просто в школу бросил и не доучился, и очень об этом жалею. Ты не доучился в школе? Ну, я в целом, я и не учился, и не доучился. А можно было поступить в вуз и не закончить школу? Ну, папа помог выправить аттестат средней школы, в котором все оценки были тройки. Вот все без исключения, чтобы двойки не ставить, все были тройки, кроме английского языка и литературы, ну, потому что невозможно было оценить на двойку. То есть человек, который часто говорит в лицо их интервью, что в России сейчас руководят двоечники, а по аттестату троечники. В России руководят троечники. Это хуже, чем двоечники. Двоечник – это позиция принципиальная. А, типа, из презрения к милой. А троечник – это гопота. Ты знаешь, это когда двойку надо натянуть на тройку. И это говорит человеку, у которого троечный аттестат. Ну, по другой причине. Но мне стыдно, я не пытаюсь тут ничего сделать. Мне стыдно, что пропущено было столько лет. Ты знаешь, просто ни семья, ни учителя не смогли бы объяснить мне, зачем все это надо. На улице с ребятами, с друзьями было гораздо интереснее. Мне никто не смог объяснить, зачем эта школа нужна. Может быть, не потрудились объяснить. Не то, что прямо хулиганил или что-то такое. Хотя и хулиганил тоже. Но мне кажется, в этом же задача зачем знание нужно. Если ты убедишь меня, что знание нужно, я остальное все сделаю сам. в Париже в выпуске Варланова появлялся Наум Блик, знаменитый поэт Екатеринбургский, который же после начала войны переехал сюда, и он здесь в арт-резиденции находится, как я понимаю. Ну не арт-резиденции, нет. Некоторое сообщество артистов помогло выправить определенные документы и поддерживает творчески. Да, да, да. Я читал в рецензии, кажется, Бориса Барабанова на альбом «После России», что Наум Блик здесь работает в Бургер Кинге. Это правда? Это правда. И он этого совершенно не стесняется. И наоборот, раз уж пришлось строить новую жизнь, он на это решился. Он с раннего утра до вечера стоит на кухне ресторана быстрого питания и никогда не позволяет себе на это жаловаться. Они были отчаянно молоды и въезжали в чужую страну и никем. Без профессии, без статуса, без педагоги. Я позабыл который час, который год. Ночная тьма, ночная тишь плывет, растет. Ночной порой как часовой часы стучат, как ветровой над головой часы летят. Дима, ты тоже был в выпуске Варламова про эмиграцию и альбом после России. Вот тут можно посмотреть. Но вы там говорили скорее про стихи, чем про то, как и чем ты тут занимаешься. Пока мы снимали выпуск с Ромой, мы узнали, что ты не просто живешь в Париже, ты тут еще работаешь не только как поэт. Расскажи, что ты делаешь. Я работаю в... Вообще на трех работах. В заведении в мировой сети быстрого питания на кухне. В Бургер Кинге? Да. Ты это сказал? Ну, может, не телек, у нас нет блокстопа на рекламу. Окей. Да, я работаю в Бургер Кинге на кухне, жарю мясо, делаю бургер и все, что с этим связано. А также я еще работаю бэбиситером. Еще у меня есть работа типа сторожа такая. Бэбиситер. Там родителям нужно отойти и они звонят какому-то знакомому человеку, который посидит, поиграет с детьми. Совершенно верно. Это рандомные какие-то истории через приложение, как запускали в России? Нет, это одна семья и вот я к ним прихожу периодически. Два дня в неделю. Два дня в неделю? А что там за дети? Взрослые? Там мальчик. Мальчик, два с половиной года. Мы уже подружились и очень отлично проводим время. Ух ты. Это прям вообще не по стереотипам, да? Что сам уральский мужик может приглядывать за маленьким... Я бы не подумал, что так. Но я так это для себя определяю, что я прохожу там курс молодого отца. Ты можешь сказать, сколько ты зарабатываешь в Бургер Кинге? Ну, минимум, который здесь платят. А это какой? Минимум здесь это 1100 200 евро в месяц. Да. Ну, там по часам считается. Это 11 евро в час. Пять дней в неделю? Да. Ну, в принципе, да. Ты можешь и шесть дней работать, по чуть-чуть. То есть оплата идет по часам. Ага. А бэби Ситром? Ну, тоже минимальная. Минимальная ставка. Когда ты жил в Екатеринбурге, ты тоже ведь зарабатывал не только творчеством. Да. И помимо того, что я занимался музыкой и поэтической деятельностью, я занимался еще брендингом. Придумывал названия для брендов. Также слоганы рекламные и рекламой занимался. И брендинг, и реклама совмещал. То есть тот самый креативный класс? Креативный класс, родный класс, да. И, конечно, оказавшись здесь и поняв, что я лишен возможности разговаривать на понятном языке и все это придумывать, весь креатив на своем родном языке здесь, встал вопрос о простой, обычной работе. И действительно, это было сложно как-то через себя перешагнуть, чтобы пойти на кухню просто в обычное заведение в Бургер Кинг. Но, как говорилось в одном фильме, жизнь заставит еще не так раскорячишься. И поэтому я этот опыт расцениваю положительно. И это, в общем, мне только на пользу. На что ты живешь? На средства. Как ты их зарабатываешь? Что я сделал после войны? Я прочел за год после начала войны около 40 лекций. Наверное, около 40 лекций. Сделал 11 больших кинопоказов с обсуждениями, с приглашениями режиссеров в Тель-Авиве. Я получаю авторские. Все мои картины есть на платформах, на всех. А потом я автор и продюсер, то есть обладаю интеллектуальной собственностью, которая приносит некоторые авторские. вот. Ну, то есть твой основной доход это как продюсер и в некотором смысле ивент-менеджер сейчас? Ну, я лектор. Не, а кинопоказы когда ты организуешь? Кинопоказы. Я продюсер. Авторский это и продюсер, и режиссер, и все то, что я сделал, так или иначе. А лектор — это я лектор. Вот там еду с лекцией, Мандельштам и Ахматова «История одной дружбы». Полтора часа. Ага, перед кем ты выступаешь? Перед теми, кто согласятся прийти. Вот, ну, просто, чтобы ты понял, скажем, я сейчас еду с лекциями. Берлин, Париж, Белград, Тбилиси. Потом у нас мастер-класс в Тбилиси, такой режиссерско-театральный, который тоже устраиваем мы с Максимом Диденко, с Володей Варнавой и с Сережей Овсейкиным, художником. И это тоже оплачивается. Я не знаю, как я буду сейчас жить. Пока не знаю. В конце фильмов, тех, которых я смотрел, ты писал благодарность Блаватнику, Юрию Кокушу и Константину Эрнсту. Коротко, кто такой Юрий Кокуш? Это бизнесмен, который занимается дорожным строительством. В какой стране? В Российской Федерации. Блаватник. Его фонд тоже спонсировал твои фильмы. Смотри, когда ты говоришь спонсировал, наверное, да, это подходящее слово, но не всегда. Не всегда спонсирование. Есть такая вещь, как инвестиции. Фонд семьи Блаватник помогал мне в моей работе над выставками, над издательской деятельностью. Мы издавали комиксы. Над фильмами. Много раз. Это деньги, которые ты должен был возвращать? Нет. Это поддержка фонда. Мне помогал, ты забыл упомянуть, Михаил и Эдита Осина Куснирович, Боско Дичеледжи. Тоже помогали мне в рамках фестиваля, скажем, «Черешневый лес». Так как премьера картин случалась на первом канале, то первый канал в таких случаях не спонсор, а инвестор, поскольку приобретает право премьеры. Плюс платформы, которые приобрели право показа. Кого я забыл упомянуть? Константин Эрнст. Константин Эрнст, которого я благодарил лично, поскольку поддержка первого канала в отношении наших фильмов была его личная воля. И так случилось, что пришла война, поэтому наш фильм «Сокровенный человек» на первом канале выйти не успел, а теперь он уже выйти там просто и не может. Почему? Я от этого откажусь теперь. Почему? Потому что раньше можно было размышлять, а теперь о первом канале нельзя размышлять. Почему? Потому что это инструмент пропаганды. Ты мне скажешь, он всегда таким был, но не всегда убивали людей. Твои фильмы выходили на первом канале, который миф про распятого мальчика распространял, были после. Ты хочешь сказать, не лицемерен ли ты, Рома, что твои картины выходили на первом канале тогда, когда он был важнейшим элементом пропаганды, да? Ну, ты так сформулировал. Ну, тогда задай вопрос, чтобы я ответил именно на него. Испытывал. Ты сейчас говоришь, что Первый канал — это рупор пропаганды. те восемь-девять, девять уже лет, что идет война в Украине, Первый канал делал то же самое. Согласись, что мы разделяем все, что случилось до 24 февраля и после 24 февраля. Мир был относительно цветным. С 24 февраля он черно-белый. Мы были менее категоричны, и мы с тобой много об этом говорили. И ты, и я были менее категоричны. Теперь для меня мир стал черно-белым, и я стал категоричен, поскольку происходит непоправимое в таком масштабе. Поэтому сегодня моя работа не может выйти на Первом канале. Если нужно еще какое-то оправдание с моей стороны, и я понимаю, я сам себя принуждаю оправдываться, то ты знаешь, сколько достойных людей плохо говорили и обо мне лично, и о нашей работе только потому, что наши картины выходили на Первом канале. И они не видели, что это за картины. Они видели, что они выходят на Первом канале. Особенно, когда это какой-нибудь пышный, закрытый показ. Помнишь, была такая программа, где выходил наш фильм, написанный Сергеем Довлатовым? И Александр Гордон приглашал тебя, чтобы ты про нее рассказал? Да, чтобы я адвокатировал и все такое. не знаю, я надеюсь, что то, что наши картины, такие, какие они есть, появились в эфире канала, который, да, конечно, уже тогда активно занимался пропагандой, как-то этой пропаганде противодействовали. Надеюсь, что это не звучит как лицемерие, потому что титр, ты знаешь, что у меня с Первым каналом были уникальные отношения. Никогда никто ни в одну мою работу за все эти годы не внес ни одной поправки. А они хотели это сделать? Да. Приведи пример. Наша картина «Сохрани мою речь навсегда», ее премьера пришлась на начало 15-го года. По-моему, я могу, может быть, это было после 14-го года. И есть такой отдел технического контроля на Первом канале, который, казалось бы, орган технический, но, как и все в России, выполняет цензурные функции. И мне приходит бумага с поправками. И там стоит тайм-код такой-то, такой-то, и написано «упоминается слово «Киев». И?» Ну, я ничего естественно не изменил, слово «Киев» осталось и звучало. И титр невинно убиенным своей страной тоже никогда ни одной поправки я не внес. Так, а они это просто зафиксировали, что есть слово «Киев»? Или предложили таким образом… Нет, там был список того, что мне нужно поменять. А, и тебе нужно было заретушировать слово «Киев». Слово «жиденок» там требовали заретушировать, и еще какие-то вещи. Но мы этого не сделали. Считаешь, что это Константина Эрнста виноватым в том, что случилось 24-го февраля? Я не имею права тебе не отвечать, поскольку тогда зачем пришел. Но, может быть, сейчас не время называть виновных. Сейчас и так все друг на друга показывают пальцем. Давай сделаем это… Я не буду избегать ответов. Давай сделаем это, когда закончится война и, надеюсь, победой Украины, и придет время об этом поговорить. Ты можешь сказать, сколько бюджет… Во сколько обходится такая картина? Какая из? А у них… Абсолютно разная. Допустим, сколько стоит сохранимая речь навсегда? На всю работу мы потратили… И в это невозможно поверить. Я скажу, потому что не имею права тебе не отвечать. Конечно, я предпочел бы об этом не говорить. На всю работу над фильмом «Сохранимая речь навсегда» мы потратили 7 миллионов рублей. Что невозможно себе представить, потому что на экране это выглядит как 70. Вау. А «Сокровенный человек»? Фильм «Сокровенный человек» обошелся нам в 21 миллион рублей. Весь фильм «Ильф и Петров» мы сняли за 5 миллионов рублей, по-моему. Да, мы все время ругаемся, возвращаясь к возможности друг друга понять. Мы все время этого мы любим, этого мы не любим. А я считаю и то, а я считаю и это. Давайте научимся друг друга уважать. Допустить, что человек может считать по-другому, чем ты. Он может любить того, кого ты не любишь. Но из-за того, что мы друг друга не уважаем, даже сейчас, даже сейчас, посмотри, все постоянно ругаются. уехавшие между собой, уехавшие на оставшихся, оставшиеся на уехавших. Вместо того, что... Единственное, что мы сейчас все должны делать, единственное. Вот просто мы с тобой сидим друг на против друга, я считаю, что я обязан это делать по отношению к тебе. И я считаю, что ты обязан это делать по отношению ко мне. Но если ты так не считаешь, это твое дело. Помогать. Помогать. Любишь ты, не любишь. Просто помогать и быть вежливым. Русские люди, мы, русскоязычные, просто мы обобщаем так, русские люди, мы очень невежливые. Мы позволяем себе много невежливого. Ты сейчас про хамство в трамвае или про... Про все. Про комментарии на фейсбук, про разговор, про неумение просто поздороваться, про многое. Мы просто невежливые. А что меняет вежливость? Извини, что я спрашиваю настолько вот по простых вещах. Вежливость регулирует отношения между людьми. В сущности, весь этикет существует только для того, чтобы, если говорить примитивно, люди меньше ругались. Весь этикет для этого существует. Меня, кстати, надо... Давай я тебе перед камерами признаюсь, что меня очень удивило твое стремление все время быть вежливым. Это большая редкость. И я на это в том числе как бы отзываюсь, потому что каждый раз, когда я к тебе отбращался за помощью или ты мне что-то писал, ты всегда вот как-то спасибо, пожалуйста, а давай, а давай так, да, извини, извини, не могу ответить. Но это какие-то простые вещи. Я это очень ценю. Вот простую вежливость. Или «Привет, Рома!» «Привет, Юра!» Да, для тебя это очевидно. Значит, либо хорошее воспитание, либо ты блюдешь вот эту социально-нравственную гигиену, о которой ты все время говоришь. Но это делает очень мало кто. А нам надо, чтобы это делали все. И как это поможет остановить войну? Это поможет нам пережить. Это, может быть, не поможет остановить войну. Войну уже вежливостью не остановить. Но это поможет нам ее пережить и что-то делать дальше друг с другом. А не всем к окончанию этой войны без конца между собой переругаться. Так что не с кем будет разговаривать. Нам, друг другу. И вообще, как во время войны, насколько это безнравственно друг другу не помогать. Даже если тебе это в напряг. Даже если ты не хочешь этого делать. Это же просто безнравственно. Особенно, когда тебя просят о каких-то невинных вещах. Так, так. Меня это потрясает. Просто потрясает, что мы не способны договориться. Даже сейчас. Сколько должно погибнуть людей, чтобы вы перестали думать только о себе. Чтобы на секунду ты понял, что есть другой человек. и его по возможности лучше не ранить. Это же другой человек. Но если другой человек ворует, врет и наносит вред окружающим, можно его ранить? Это мы оставляем за скобками. Я говорю просто о... Вот есть вкусовые разногласия. Да? Есть. Если коротко, то это сейчас все-таки касается по поводу того, что предъявлять за вкус это тупо и неправильно. За что угодно, что не подпадает под какие-то суровые этические ограничения или уголовную статью. Какие у тебя планы на будущее? Как ты будешь жить в творческом, в рабочем плане без России? Основные усилия и моя главная направленность остаться в своей профессии режиссера и продюсера. Это то, что мне хотелось бы больше всего. Я понимаю, что это может не удастся. И можно проиграть. Вне России. Я надеюсь всегда-всегда-всегда работать с русским языком и с русскоязычной культурой. С тем, что называется русской культурой. Всегда. Вне зависимости от страны проживания. Страна проживания будет означать, в какой контекст я русскую культуру попытаюсь вписать. И тот факт, что нам удалось целиком в эмиграции подготовить и выпустить такой, на мой взгляд, важный и большой проект, как «После России», дает мне какую-то надежду, что это можно сделать и в эмиграции. Потом я полагаю, что интерес к русской культуре будет расти. Феноменально будет расти. Потому что миру придется попытаться разобраться, кто мы такие, вот эти русские, о которых они ничего не понимали. И этот интерес уже растет. И надеюсь, что мне и нам, всем нашим ребятам, выпадет шанс поучаствовать и сочинять, продолжать. Почему интерес будет расти? Почему... Потому что мы знаем на опыте всего, что творилось раньше, как возрастает интерес, потому что люди пытаются понять, кто это мог сделать? Кто вы такие? Ну, с ними же все разговаривали 22 года. Вы ничего не поняли? Вы не поняли, что сотрудник КГБ не может занимать такую должность, что с ним нельзя разговаривать? Вы что, о нас ничего не понимаете? Вы что, всерьез верили обещаниям? Вы что, всерьез всю ставку сделали и умножали, и умножали снабжение страной, газом континента? Вы, наверное, о нас ничего не понимаете. Вам надо разобраться, кто мы такие. И единственный язык коммуникации сегодня, который есть, это культура. Единственный язык. Когда я смотрю статистику слушателей альбома, в частности, после России, и вижу там Украину, которое соглашается слушать по-русски что-то о своей вечной русской тоске, о русскоязычных, находящихся в изгнании. Знаешь, сколько я сегодня встретил украинцев, поговорил с десятком человек. Не так, как в песне Влади. Я не кидался, в колени не извинялся. Ты говоришь им, что ты гражданин России? Да, я говорю слава Украине. Героям слава. Еще раз, ты говоришь, что ты гражданин России? Да они слышат. Нет, нет, нет. Они слышат, конечно, что у меня московский выговор или русский выговор. Безусловно. И они все понимают. Кому-то напрямую, с кем-то мы останавливаемся и плачем. Ну, это же нормально. У меня была моральная дилемма. Не моральная дилемма, а это странная ситуация. Я находился на колядках рождественских в Чехии. Там очень много украинцев. И они шли, колядовали, пели песни. Как всегда, все то, что вызывает для русского глаза такую радость, все то, что описано Гоголем, все то, что так эстетически нам близко, родное и так далее. И вот шло человек 200-300. И они останавливались каждые сколько-то метров и произносили такие вот рождественские молитвы. В том числе молитву за победу, за храбрость своих воинов и так далее. Я понимаю, что эта молитва означает молитва за то, чтобы моя страна проигрывала, чтобы солдат моей страны убивали. Ну, а что? Какие из этого следуют выводы? Ты молился вместе с ними? Нет, я не молился. Я не верю в Бога. Я стоял рядом, сочувствуя, радуясь, что вот такая рождественская калятка, и понимая, что это направлено против моей страны, и что я поддерживаю эту молитву, направленную против моей страны, и что это ситуация, в которой я нахожусь, иммигрант, который, ничего не чувствуя, топчет эту брусчатку, что это сложная, мягко говоря, ситуация. Ну, ты поддерживал эту молитву. Да. Ну, не молитву, я не верю в Бога, я был сердцем на стороне происходящего. И финальное. В чем сила? Я думаю, что для каждого я думаю, что в идеале надо додуматься или дожить до того, чтобы сила была в милосердии, потому что это даже выше правды и, кажется, даже выше свободы. И это то, что вот сейчас нам надо вырабатывать в повышенных дозах. дозах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!